Привет, друзья! Меня зовут Илья Шабанов и вы смотрите телепроект IAMLive. Здесь мы собираем лучших экспертов отрасли. И сегодня мы обсудим основу для технологической независимости, аппаратное обеспечение и программно-аппаратные комплексы. Традиционно здесь мы делали ставку на импорт, но за последние два года, мне кажется, к нам всем пришло сознание, что нужно налаживать внутреннее отечественное производство. И сегодня вы узнаете, что есть на рынке из программно-аппаратных комплексов, какие задачи они способны решать уже сейчас и на каком уровне зрелости они находятся. Итак, давайте начнем. Эфир будет насыщенным и ярким. Не переключайтесь. Поехали! Добрый день, коллеги! Спасибо, что нашли время и согласились поучаствовать в нашем эфире. Эта тема на IAMLive будет обсуждаться впервые. Мы давно хотели ее поднять, да, и она, мне кажется, назрела после 2022 года, как никогда. И сегодня, я думаю, будет для нашей аудитории много интересной информации. Я думаю, для нас самих тоже какие-то инсайды мы сформулируем. Я буду записывать в своих саммаре на iPad основные идеи, и потом мы это выложим в самом конце. Давайте начнем. Для начала представимся. Я дам каждому из вас по несколько секунд. Сергей, как я с тебя начинаю? Добрый день. Пажатнов Сергей, руководитель отдела разработки вычислительных систем и сетевых продуктов групп компании Solar. Занимаемся разработкой программно-аппаратных комплексов, в том числе Solar NGFV, межсетевые экраны. Я здесь, чтобы рассказать о лучших практиках Solar в разработке паков и поделиться своим видением доверенных программно-аппаратных комплексов на рынке. Спасибо. Здравствуйте. Меня зовут Головко Дмитрий. Я являюсь менеджером по продуктам облачной сетевой безопасности в лаборатории Касперского и, в частности, продукта Касперский SD-WAN. Сегодня хотелось бы поделиться своим опытом и своей экспертизой относительно того, как мы искали для нашего решения, которое включает в себя как программное обеспечение, так и аппаратное обеспечение, как мы искали партнера по аппаратке. Добрый день. Меня зовут Илья Левчук. Я директор департамента индустриальных программно-аппаратных комплексов компании IT Holding F+. Сейчас я занимаюсь реестровым оборудованием, строя различные программно-аппаратные комплексы, в том числе и доверенные, разрабатывая решения отечественные Wi-Fi, NGFV, SD-WAN. Большой опыт на рынке, готов поддержать диалог. Очень заинтересован в том, чтобы сегодня диалог был интересным, и мы смогли много тем обсудить и по различной теме затронуть. Спасибо. Добрый день. Вот Алексей Крештоп, то есть грубо как о компании Astra. Вот отвечаю за глобальную стратегию, то есть грубо как о компании Astra, в том числе, то есть развитие доверенных паков. Я надеюсь, что эта тема весьма интересна не только для нас, но и для всего бизнеса, так что будет интересно. Спасибо. Всем доброе утро, коллеги. Меня зовут Денис Солоничкин. Я являюсь директором центра компетенции компании RedSoft. Наша компания более 15 лет занимается разработкой системного и прикладного программного обеспечения в текущих реалиях ухода зарубежных вендоров с российского рынка. Мы с моей командой профессионалов готовы предоставить решения для миграции с иностранных решений, для построения вашей инфраструктуры. И сегодня интересная тема, в которой я тоже приму участие, потому что не бывает железа без ПО и ПО без железа. Спасибо. И у нас есть еще удаленный участник, Владимир Карантаев, который подключен к нам по прямой с Лени. Володь, мы тебя видим. Ты нас слышишь? Коллеги, доброе утро. Да, я вас слышу. Надеюсь, меня тоже хорошо слышно. Илья? Да, все в сборе. Давайте начнем. И так, да, да. Я хочу сказать от себя, да, что на самом деле, когда готовился к этому эфиру, понял, что тема, ну, как обычно, достаточно широкая, да, чтобы уложить ее в два часа. Но мы, я думаю, постараемся сегодня основные моменты обсудить. То есть для меня очевидно, что с ПО у нас в России все как-то более-менее хорошо, а вот с аппаратным обеспечением все гораздо хуже, да. И важно сегодня, я думаю, мы должны будем обсудить, как наладить, конечно, эту связь тоже между аппараткой и программным обеспечением, да, потому что одно без другого не работает. И на стыке возникает очень много всяких нехороших моментов, о чем мы сегодня тоже поговорим, я уверен. Ну и сразу хочу для наших зрителей анонсировать, что у нас по ходу эфира будет несколько опросов. Обязательно голосуйте, я буду говорить о них, о старте этих опросов. Также у нас работает чат, обязательно пишите туда свои комментарии, свои вопросы. Будем рады обсудить их в прямом эфире со спикерами. Даже если у вас там самые критические будут комментарии, обязательно тоже пишите. Это для нас очень важно. И сразу же по IT-рынку я хотел сделать такой анонс, что я вижу, вот прямо мне очень нравится, что IT-рынок российский с 22-го года прямо очень динамично стал развиваться. И переживает, то есть такой прям дух 90-х по-хорошему, да, я ощущаю. То есть все прям бурлит. И здесь классно то, что разработки очень много, но главное делать это безопасно, эту разработку. И 2-го октября у нас будет гибридная конференция MLive+, на которой мы за один день постараемся рассказать о лучших практиках безопасной разработки, GFC-копсе, поговорим о новинках, которые помогут сделать этот процесс более эффективным. Будет крутой стендворкинг, будет много интересного сообщения, крутого контента. Обязательно регистрируйтесь, если эта тема вам интересна, QR-код на экране сейчас выведет режиссер. Итак, давайте начнем. Первое, с чего бы мне хотелось начать, это обсудить сам рынок. Как, собственно, мы адаптировались к санкциям, потому что в 2022 году мне казалось, что все пропало, да, то есть все зарубежные киты такие, да, они ушли, то есть все железо, на котором мы привыкли работать, оно официально, по крайней мере, перестало поставляться, и было впечатление, ну что все, на этом вся наша айтишка закончится. Сейчас два года прошло, вроде как все работает, да, как-то живы, и есть много всего, что появилось снова. Кто готов прокомментировать, начать эту тему? Илья, ну может быть, из тебя начнем? Спасибо за интересный вопрос. На самом деле, если поэтапно смотреть развитие, начиная с 2022 года, на рынке сформировались определенные крупные игроки, которые уже начали развивать серверные решения системы хранения данных, увеличивая технологический суверенитет. Мы точно так же участвуем в этой гонке. Есть определенные сложности в области процессоров, пока есть определенные вопросы. Да, у нас есть уникальные ребята, которые делают IP-ядра, но конечного решения для серверных продуктов пока еще они не выпустили. Очень надеемся, как только это будет, точно так же это использовать. Но, по сути, основным нормативным актом, в рамках которого все на рынке участвуют, это является 719-е постановление, реестр Минпромторга, в рамках которого создается оборудование. Есть определенная бальная система, которая от года к году усложняет жизнь всем производителям отечественного оборудования. И каждый год каждый производитель ищет возможности, чтобы конечный продукт был более отечественным. Формирует различные резера, использует PSB, либо непосредственно подложки, российское КБ в валарной доле. И тем самым идут в область все большего и большего технологического суверенитета. Хорошо, кто готов дополнить. Да, я дополню, наверное, с другой стороны. Вы сказали, что 2022 год действительно он был драйвером, но я все-таки отмечу, что мы занимались разработкой ПО намного раньше. И просто 2022 год он, наверное, был, он ускорил процессы. Поэтому, может быть, те вызовы, да, и наши дорожные карты, они очень сильно адаптировались после этого. Потому что процессы все ускорились. То есть стало надо здесь и сейчас, а не когда-то потом. Поэтому, да, то есть рынок действительно очень активно развивается. Мы видим, как появляются новые продукты, новые решения, все больше аналогов. И в различных секторах, будь это железо, будь это там какой-то операционной системы, почтовые клиенты и так далее, есть выбор и большая конкуренция, которая рождает наиболее качественный продукт, я считаю. Будь это железо, будь это софт. На самом деле, 2022 год это неправильно считать отправной точкой. Все-таки все на рынке считают, что это 2014 год. После того, когда начались истории с технологическими санкциями против наших игроков, поддержу коллегу, что конечному пользователю и крупным компаниям не нужно отдельно железо, не нужно отдельно операционная система с УБД или еще что-то. Конечному пользователю нужно решение бизнес-задачи. А бизнес-задачи это программный аппаратный комплекс. Чаще всего программный аппаратный комплекс с учетом текущего внедрения используется в критической информационной инфраструктуре. Я думаю, что мы сегодня обсудим, где и как, и какие решения непосредственно в этом используем. Илья, ты про реестр Минпронторг сказал, и про то, что требования там постоянно изменяются, ужесточаются, чтобы туда попасть. Сможно ли говорить, что наше отечественное производство с микроэлектроники, оно стало за последние несколько лет более именно отечественным? Потому что до этого, мне кажется, это была какая-то там отверточная сборка, как я себе вижу. Все комплектующие привозили откуда-то из-за рубежа, и здесь собирали. Сейчас насколько, ну там, не знаю, хотя бы в процентах можно оценить, вот, допустим, сервер, да, из чего он состоит, да, сколько там отечественного на самом деле? Ну, смотрите, я сейчас не знаю ни одного реестрового сервера, который бы не был бы спаян на территории Российской Федерации, то есть SMT-монтаж. Отечественный BIOS либо использует уже имеющиеся разработки российских компаний, которые имеют сертификацию в стек, либо, как мы и другие компании, разрабатывают BIOS самостоятельно. Следующий этап, который затронет рынок, это развитие непосредственно BMC-решений. Мы тоже в эту историю уже проинвестировали. На базе OpenBMC будем собирать текущую историю. Коллеги из Касперского заявляли на общем собрании на базе НПО КИС и Росатома, которые постоянно обсуждают критическую информационную инфраструктуру и доверенные паки, уязвимые места, когда к иностранному оборудованию был получен доступ на уровне пользователей, возможно, было получить доступ к целому кластеру оборудования в центре обработки данных. Тем самым поэтапно формируются и отрабатываются модели угроз в кибербезопасности. И все мы постепенно к этому идем и закрываем шаг за шагом текущее решение. Да, конкурировать приходится не только между собой на российском рынке, потому что наши заказчики и наши партнеры привыкли к высокому уровню, высокому качеству и хотят все сразу. Это отдельная большая проблема, в рамках которой приходится действовать, прорабатывать и предлагать качественные решения, иногда опережая возможное развитие. Хорошо, спасибо. Владимир хочет дополнить, я вижу. Да, мы тебя слушаем. Да, коллеги, очень интересный старт дискуссии. Я просто хотел, наверное, в этой части диалога, в другой немножко части рынка делать комментарии. Вот мы говорим об IT, а я практик из мира кибербезопасности АСУТП. И здесь вот если просто характеризовать изменения, которые происходят, но на мой взгляд, вот если их так вот качественно оценить, то на мой взгляд отечественные производители получили просто серьезный шанс и достаточно серьезную долю рынка. Другой вопрос, как они этим воспользуются, это первое. И второе, вот текущая ситуация, она на самом деле порождает новые инициативы. Временами эти инициативы ведут в принципе к изменению бизнес-моделей, которые сложились на рынке АСУТП. Я вот в первую очередь говорю о такой инициативе, как АСУТП с открытой архитектурой. То есть это в принципе, ну там, наверное, за последние, может быть, даже 10 лет, и больше 10 лет, это такая серьезная история, которая может в целом изменить структуру рынка, могут появиться новые враги, изменить их роли в этом сегменте. Поэтому, вот если оценить в целом, ну, наверное, в этой ситуации точно есть плюсы. Там другой вопрос, что есть и ограничения, о которых коллеги уже начали говорить. Но я думаю, что мы их там раскроем чуть попозже, когда будем говорить, наверное, о паках, о текущих потребностях рынка. Спасибо. Да, Харь, спасибо. Я думаю, по поводу ответа на этот вопрос, я думаю, действительно, в течение 10 лет уже идет процесс импортозамещения. Но, на мой взгляд, первые годы импортозамещение буксовало по причине того, что иностранные вендоры шли как бы специально умышленно на все условия, чтобы сорвать как бы разработку аппаратного обеспечения в России. То есть предлагали как бы более низкие цены, то есть более короткие сроки поставки. То есть сейчас это все закрылось. Теперь мы вынуждены заниматься разработкой собственными силами. В принципе, все будет в порядке. Да, спасибо. Я, кстати, вот о чем подумал сейчас, что на самом деле у этого процесса импортозамещения программно-аппаратных комплексов, мне кажется, есть два основных драйвера на данный момент. Это обеспечение непрерывности бизнеса, потому что ты не знаешь то железо импортного производства. Может, оно там у тебя перестанет работать. Может быть, ты не сможешь его там, не знаю, починить, когда оно выйдет у тебя из строя. Это одно. Может быть, его там удаленно окирпичит. Такое тоже у нас было. А второй драйвер – это безопасность, потому что мы уже об этом вскользь сказали. Мы не знаем на 100%, а что там внутри этих процессоров, что там внутри этих плат, как это все работает, нет ли там закладок на аппаратном, на программном уровне, в тех же самых биосах, например. Таких историй тоже было полно. Я бы, наверное, два таких основных драйвера выделил. Вы согласны? Может быть, еще что-то здесь можно дополнить? Ну, наверное, смотреть-то. Безопасность – это история очень комплексная. Она действительно идет и от разработки, и от дизайна платы, и до уже бизнеса приложений, и в сохранности данных пользователей. С точки зрения, что наше правительство полномерно закручивает все гайки. Повода, что она расслабит эти гайки, в ближайшее время, я думаю, что иллюзий ни у кого нет, и мы к этому и идем. Не так давно, мне кажется, в прошлом году понизились требования к оценке КИИ и все больше информационных систем стали отпадать по ПОПУТ КИИ. Аптечные сети, банковские сети. Раньше, если это были просто гос, либо обороны заказов, то сейчас это не только гос. Это не касается только госструктуры. Это может коснуться каждого. В том числе и мелкий и средний бизнес, если он как-то значимо присутствует в регионе, в районе, в области, это тоже может коснуться. Но импорт независимость, она строится с железа, с межсетех экранов, с МГФВ, с софта, с той базы, которую мы владеем и можем их контролировать. Чтобы, ну были же случаи, что там ЦИСК, который бы вырубавил своей смежностью экрана, что блокировало это. Для критичной инфраструктуры это важно. Станет ли ваш бизнес завтра критичный, то есть, скорее всего, требования к этому нужно рассматривать уже сейчас. Ну и я бы еще тебя дополнил бы здесь, потому что мы там говорим о КИИ, но на самом деле 250-й указ, который в классном году, он, по сути дела, все требования, которые там 187-й ФЗ распространял, ну устанавливал для КИИ, он их распространяет на другие компании, которые как бы раньше под эти требования не попадали. Там хлебопулочный завод может какой-нибудь легко попасть или какая-то больница, да, под... Больница, конечно, скоро однозначно. Хорошо, да, там какие-то предприятия, которые бы в голову никто... К аптеке. Не подумал, да, что нужно этим заниматься. И, соответственно, все эти требования, о которых мы сегодня будем говорить, они на самом деле тоже уже для достаточно широкого спектра организации очевидны, и они и должны учитываться у них. Ну вот здесь я немножко возьму другую позицию с точки зрения не закручивания гаек, а с точки зрения стимулирования и поддержки. 250-й указ, да, он затронет порядка 500 тысяч предприятий, по мнению экспертов, и уже много части инфраструктуры можно назвать критической инфраструктурой, это правда. Но помимо этого государство, помимо ограничивающих мер, еще очень многим занимается стимулирующими мерами. Мы все работали в эпоху цифровой экономики программы, которая недавно закончилась, сейчас новая программа в рамках национальной экономики данных цифровой трансформации. В рамках данных проектов есть и стимулирующие меры, которые помогают, самое главное, нашим конечным заказчикам формировать безопасную, рабочую, критическую информационную инфраструктуру. И в рамках коммуникации непосредственно по различным отраслям, организовывая цифровую трансформацию каждой отрасли, мы под это формируем и оборудование, и специальные четырехсокетные решения, переходим на новое поколение процессоров, интегрируемся с операционными системами, и идем даже дальше, когда решаем вопросы, связанные со сбором информации с датчиков, потому что коллегам необходимо понять, как работает их металлургическая установка, либо работает горно-рудная добыча, либо нефтеперерабатывающий завод и так далее. Потому что, как вы уже правильно отметили, уже были непосредственно прецеденты, когда оборудование превращалось не в что, назовем это так, и переставало работать. И наши основные заказчики, в рамках которых и наши партнеры, клиенты, для кого мы работаем, теряли очень большие деньги. Историю надо работать предиктивно, оценивать текущую ситуацию, сформировать модель угроз и его прорабатывать. Решить эту задачу можно только с помощью программно-аппаратных комплексов, когда есть железо отечественное, назовем так, извиняюсь за сленг, и софт отечественный, российский. И они должны быть провалидированы, должна быть проведена пусконаладочная работа, проведена по МАИ, методика испытаний, и конечный пользователь должен получить готовый рабочий сервис. Будь он премис, то есть установлен непосредственно заказчиком, либо облачный сервис, разницы нет, но конечный пользователь должен получить качественный сервис. Но все равно все, что упирается в безопасность в конечном итоге, и в обеспечение отказоустойчивости, непрерывности работы этих паков. Ну смотри, вот если сказать, что такое доверенный пак, это вот железо из реестра, софт из реестра Минцифры, и на все S-CZE есть сертификаты в стеке, а на все остальное, что не попадает в S-CZE, то есть есть РБПО. Безопасность, да, то есть доверенных паков, это прям неотъемлемая базовая часть, которая должна быть. Что такое пак? Пак, это в первую очередь, это сервис. Это сервисная модель, то есть заказчик не бежит отдельно, то есть там производитель железа, производитель, то есть, ну, как бы софта, катеста, там прочего, он потребляет, то есть готовый сервис, законченное решение, которое может там масштабироваться, которое отвечает определенную, то есть классу работоспособности, предоставления комплексного сервиса. Мы, например, то есть в компании Астрот, то есть в эту штуку попошли в конце прошлого года, и первое, что мы как раз таки сделали, то есть мы подняли, мы модатно контроль целостности, модатно разграничение доступа с уровня операционной трубосистемы, до уровня гипервизора, чтобы обеспечить именно защищенный, качественный сервис. Также, то есть, вот создали, то есть, вот единое окно, и поработаем сейчас, то есть со всеми ват-гиперскейлерами, то есть в том числе и железом, то есть как сделать, то есть законченный, то есть выгарантированный сервис, комплексный, то есть для заказчика. Да, вот, кстати, тоже это важная тема, уже пошли комментарии, вот давайте оставим тут все точки над «и», потому что комментарии я вижу из чата, они касаются уже конкретных вопросов, например, порекомендуйте какие-то сервисы, сервера под виртуализацию, или, например, сервера под NGFV, под SD-WAN, например, под какие-то задачи. Ну, то есть здесь идея-то в чем, вот я немножко обобщу эти вопросы. Заказчик должен сначала отталкиваться, что у него есть какая-то задача ИПО, он под нее подбирает оборудование, или он должен прийти, допустим, к производителю той самой виртуализации, что творит софт, астру, прийти в Solar, если он сетевой безопасности, и задать ему эти вопросы, сказать, а скажи нам, на каком оборудовании это должно работать, чтобы мы его купили, какой алгоритм действий. Да. В Solar немного не так, мы целиком производим законченные решения, то есть мы сами работаем с партнерами в области паков, сами разрабатываем аппаратные платформы, партнеры для нас разрабатывают, и мы уже свой пак продаем как продукт, то есть он защищенный, он доверенный, он имеет необходимые сертификаты в стек. У вас уже все из коробки. Да, все из коробки. Да, ну вот это как бы понятный вариант. Ну, давайте сейчас... По сути, да, я просто хотел дополнить, что, в принципе, в лаборатории ситуация с решением Касперский S2 та же самая, то есть мы производим полностью конечное решение, которое мы поставляем уже нашим заказчикам, то есть это сразу же и централизованные компоненты управления нашим решением, оркестратор, контроллер, и, конечно же, это CPE-устройство в виде конечного пака. Здесь тоже мы проводим со своей стороны обязательно тестирование всего, руководствоваться лучшими практиками безопасной разработки, составляем модель угроз, соответственно, некий харденинг, проводим внутренний пентестирование для того, чтобы убедиться, что то решение, которое мы в конце концов поставляем заказчикам, оно будет в первую очередь безопасно, в вторую очередь стабильно. Да, понятно. Ну, смотрите, давайте немножко вернемся в фундаменты, в начало. С точки зрения программно-аппаратных комплексов вопрос был, как их получить, где и так далее. Существует четыре варианта. Первый. Отечественный производитель, как мы, на базе своего оборудования валидирует полностью весь стэк с точки зрения гипервизора, виртуализации, операционной системы, конечного приложения и отдает заказчику. Второй вариант. Софтверная компания отечественная, которая в реестре Минцифры собирает точно так же, отдает, мы предоставляем оборудование коллегам, чтобы они сделали непосредственно программно-аппаратный комплекс. Третий вариант. У нас есть интеграторы, которые это могут сделать на базе нас всех и реализовать. Есть четвертый вариант, которым подтверждено МПТ, и он реально работает, но об этом почему-то народ умалчивает или не хочет говорить. Но конечный заказчик, который уже имеет рамку на софт или рамку на железо, может самостоятельно сделать программно-аппаратный комплекс. И мы с удовольствием готовы ему помочь с точки зрения формирования пакетов документов по подаче в любой из двух реестров. Есть реестр Минцифры по программно-аппаратным комплексам, который кроме налоговых льгот ничего не дает. И реестр 719 МПТ по программно-аппаратным комплексам. И основной вопрос здесь есть с точки зрения удобности использования конечным заказчиком данного решения. Да, я хотел бы к нашей аудитории обратиться. Напишите в комментариях, пожалуйста, что интересно, какой из вариантов, которые Илья написал, вам ближе, когда вы сами все подбираете, когда вы идете к кому-то из вендоров, когда вы через интегратора составляете эту конфигурацию. Интересно, по какому из пути наша аудитория, как правило, работает. Владимир, мы давай тебе слово дадим. Я вижу, что ты давно уже хочешь что-то сказать. Нет, коллеги, у вас очень интересный диалог. Но, опять же, он под углом таких вот компаний из мира IT. Если позволить, я тоже пару комментариев из другого сектора сделаю. Ну вот правильно звучали тезисы про ФЗ-187, но я напомню, что его цель – это устойчивость функционирования, в первую очередь, а не столько защита информации. Мы должны этим руководствоваться при, собственно говоря, разработке системы комплекс. И вот звучали критерии доверенных паков, совсем согласен, что было сказано. Но при этом вот хочу такое немножко внимание заострить, что вот эти признаки, они были действительно сформулированы по установлению 19-12. Это с одной стороны. Но с другой стороны есть проекты национальных стандартов, которые немножко вносят в диспутанницу, привнося другие определения до тех же самых терминов. Наверное, это нужно пробовать как-то искоренять. А если говорить об СУТП, то здесь все сложнее. В СУТП принято выделять три уровня. Верхний уровень, уровень автоматического управления и полевой. И каждый из этих уровней, он характеризуется совершенно разной техникой, которая используется и разным программным обеспечением. Если говорить про верхний уровень, то здесь можно говорить о тех же серверных решениях, ARM-решениях, которые уже звучали, операционных системах, защищенных операционных системах. И здесь стоит сказать, что есть класс разработчиков прикладного ПО, который еще лет 10 назад заметил тренд на мультиплатформенную разработку. И, конечно, они сейчас в очень выгодном положении. А вот если мы говорим о среднем и нижнем уровне, то ситуация совсем другая. Ну, во-первых, наверное, два таких комментария. Тем вендорам, которым удалось сохранить логистические цепочки платформы, они не меняют, если мы говорим о системном ПО, то здесь два варианта. Либо они делают собственные сборки, и тренд переход на операционные системы, встраиваемые на базе Linux, он достаточно очевиден. Но говорить о защищенности и доверии к таким сборкам, ну, честно говоря, на мой взгляд, сложно. Может быть, даже временами не приходится. Вот. Вторая альтернатива – это использовать в этих решениях операционные системы общего назначения, пусть и сертификатами встека, ну, что накладывает свои определенные ограничения. И кажется, что здесь формируется очень серьезная такая рыночная возможность специализированных операционных систем для встраиваемых решений. И последний комментарий про полевой уровень, где, значит, используются микроконтроллерные технологии и такие операционные системы реального времени. На этом уровне, на мой взгляд, все достаточно неплохо. Почему? Потому что есть отечественные микроконтроллеры, появляются отечественные операционные системы. Собственно говоря, это нужно просто собрать вместе за счет выстраивания операционных цепочек. И вот на этом уровне вполне, на мой взгляд, мы готовы, чтобы двигаться вперед. Вот такой, наверное, комментарий к этой части. Хорошо, спасибо. Здесь сразу же хотелось бы, Володю, привет, парировать ее немножко, что 19-12 – это не единственное. Надо не забывать 12-36, потому что 19-12 – это все-таки Минпромторг, и постановление Минцифры – тоже рабочая история. Ты абсолютно прав. Я очень жду, когда мы дорастем как рынок от контроллеров для различных датчиков к чему-то более. Есть общие тренды, особенно в риск пятом, но пока для ноутбуков или серверного оборудования на отечественных IP-ядрах от Синтакора или Клаудбера я пока решений финальных не видел. Я очень надеюсь, что микроэлектроники в Сочи, которые пройдет совсем скоро, они это покажут, потому что по прошлому году этого не было. Да. Да, я тоже добавил… Ну, про риск пят мы еще поговорим, я так понимаю. Да, да, еще поговорим чуть позже. Да, я тоже хотел дополнить. Действительно, очень бывают специфичные задачи под каждую… Вот и очень разные инфраструктуры у заказчиков. Под каждую задачу сделать пак универсальный какой-то. Ну, это достаточно… То есть это будет у нас миллион паков различных. Но иногда действительно нужно какое-то коробочное решение. Поэтому я вот с сырьем абсолютно согласен. Должен быть выбор у заказчика. Иногда нужно это… Иногда нужно что-то из пака, какой-то другой продукт поменять. Есть какая-то задача, видение у самого заказчика реализации проекта. Поэтому тут нужны разные подходы. Но тем не менее, если такой пример, вот у нас есть мобильная версия операционной системы. Иногда мы встречаемся с запросом, что коллеги говорят, дайте нам дистрибутив, мобильную операционную систему. Зачем? Куда вы ее поставите? То есть это такой странный запрос. Если мы говорим, вот есть у коллег из F+, прекрасные планшеты. На них уже все стоит, на них все работает. То есть приобретайте вот планшет, там уже она работает. То есть зачем ее отдельно поставлять? То есть разные кейсы под разные задачи. Поэтому тут такого, наверное, универсального, его пока нет, мне кажется. И вот на самом деле затронут очень большая проблема, как мне кажется, которую надо обсуждать и с регулятором. Текущая нормативная база, которая существует, она ограничивает программно-аппаратные комплексы, потому что каждый программно-аппаратный комплекс становится проектным. и на определенно жестко прибитой гвоздями железе, на определенном даже версии софта. Эта версия софта должна быть и серия должна быть закуплена в определенном объеме. И мы, как создатели пака, даже должны предоставить документы в виде передаточных документов, что мы купили определенное количество на склад. И это вот забавный момент, который есть в виде текущего ограничения. Я бы даже сказал, в качестве критики, может, что это как-то немножко безумно звучит. То есть если я, получается, ничего не могу обновлять, я ничего не могу доставить, если мне нужно, в эту конфигурацию оборудования, если я захочу операционку обновить или какой-то софт добавить, все уже значит у меня недоверенный уже этот пак получается. Ну, что-то как-то, мне кажется, странно. И да, и нет. В рамках версии операционки все-таки и выходит обновление безопасности, и расширение функционала. И это очень быстро сертифицируется по ПАВСТЭКу, то есть проходится актуализация. В рамках пакта можно сразу закладывать модули расширения, которые продаются сразу же. то есть что он расширяется вот такими блоками. То есть мы это сейчас тоже проходим, делаем. Но возвращаясь к предыдущему, то есть когда ты говорил, что существует 4 по пути, что собирает железный вендор, софтовый вендор, то есть собирает сам заказчик и интеграт. Надо вот первые 2, это примерно об одном и том же. То есть это все равно как англомерация конкретных производителей, то есть создание СП, то есть вопрос, где это будет возрегистрировано. Но это об одном и том же. Это вот о классическом подходе к какому-то более-менее выстроенному универсальному пакету, который рынок понимает, принимает и знает, как использовать. И все-таки какие-то универсальные вещи, они все равно родятся, и многообразие всего, оно сузится, то есть в 3-5, то есть исчисляемое количество версий, а все остальное просто умрет и отпадет. Если заказчику нужно что-то сверхординарное, то есть для каких-то разовых задач, для этого есть интегратор, все правильно. То есть придет интегратор для конкретной задачи, задорого, сделает, ну как бы за очень дорого, сделает, то есть это как бы конкретную вещь для конкретного проекта. Четвертый путь, то есть это на самом деле утопия. Почему? Потому что растите экспертизу внутри, когда у тебя это не является твоей бизнес-функцией, то есть растите IT-экспертизу внутри у заказчика, ну такое, то есть больше, потому что дефицит кадров у нас есть, он очень существенный. Если у тебя есть там какая-то разовая задача, то есть для очень-то классных специалистов, что они будут делать дальше? Это прям разовая задача. Это все казалось бы действительно так, если бы не сталкиваться с практикой. Здесь все сидящие коллеги со всеми мы в различной степени уже собрали различные паки, будь это индустриальные, либо клиентские. Почему так делаем? Потому что каждый заказчик – это проектная работа, и под каждую проектную работу собирается какой-то программно-аппаратный комплекс. И два момента. Есть заказчики, которые хотят все под ключ. И уровень, и в рамках тендерной закупки сервис уже является частью закупки программно-аппаратного комплекса. По поводу утопии тоже не соглашусь. Есть две, даже три отрасли в России, которые уже сформировали очень сильную IT-экспертизу. Я думаю, что называть финсекторы, называть конкретные банки не стоит. Все так это понимают, о чем я говорю. После того, как начали в «Нефтегазе» отключать часть оборудования иностранного, все топ-3 компании «Нефтегаза» имеют отличнейшую экспертизу в области IT. Иногда даже выводят это в отдельные юрлица. Ну и «Телеком», который всегда был драйвером в этом направлении, все «Телеком» игроки имеют такие же команды. Я бы не сказал, что это утопично. Это просто один из возможных путей решения задачи. Да, хорошо. Давайте чуть-чуть я хотел бы тут дальше обострить нашу дискуссию. Вот про постановление правительства 19-12. Мы уже сказали о том, что к 2030 году у нас субъекты Киеви должны будут перейти на доверенные как раз программно-аппаратные комплексы, ДЕПАК, сокращенно. Но мы об этом как раз уже полчаса даже больше говорим. Вот этот срок, на ваш взгляд, он вообще реальный. Но вот то же самое было постановление, не постановление, а указ президента 166-й, к 1 января 25-го года Киеви на российское ПО перевести за Киеви. Прошу прощения. Я так понимаю, этот указ не будет выполнен. Для всех уже это очевидно. И о переносах все больше и больше говорят сейчас. К 2030 году этот срок, ну вот прям честно, он реальный или все-таки нет? Мне кажется, вполне. Честно, все зависит, на самом деле, кажется, от того, насколько сильно государство будет понимать вообще в принципе потребности рынка и действительно инвестировать в технологическое развитие внутри страны именно вот, скажем так, в те области, в которых как раз еще у нас, ну, по сути, какой-то компонентной базы не хватает. Те же самые там микропроцессоры, контроллеры и, ну, что-то наподобие такого, да, чтобы, по сути, ну, условно говоря, коротко говоря, да, чтобы мы, условно, Intel, да, смогли заменить на что-то другое, на что-то свое отечественное. Да, 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 и там же сейчас тоже, вот, насколько я понимаю, термин доверенный пак не подразумевает, что там, допустим, процессор будет отечественный, какой-нибудь там, не знаю, Эльбрус, Байкал или на Риск-5, да, на основе этой архитектуры. То есть пока разговора-то об этом нету, то есть и таких требований, ну, слава богу, иначе, наверное, это было бы гораздо более утопичной задачей. Ну, на самом деле требования есть. Если у вас будет отечественный процессор, вы сразу заходите в любой тендер, становитесь приоритетом по первой закупке. Оно есть, вопрос только в наличии самих процессоров отечественных и возможных решений на базе них. Но вернемся к 30-му году. Смотрите, надеяться о том, что государство, как было сказано коллегой, закрутит максимально болты и поможет отечественному рынку, не стоит и не нужно. IT-холдинг F+, входит топ-3 самых больших холдингов России по различным там стадиям. У нас немножко другая позиция, что мы должны предложить конкурентоспособное решение, не только конкурентоспособное в рамках текущего рынка, но чтобы нас сравнивали с ведущими вендорами, проработать со всеми отечественными лидерами рынка в области программного обеспечения комплексные решения и предлагать законченный сервис высокого качества конечному заказчику. И здесь только, когда будет обоюдное движение со всех сторон, только тогда получится результат. А надеяться, что какие-то ограничительные меры позволят это реализовать, как вы правильно сказали, становится утопичным, потому что возникает момент, что возникает тысяча и один аргумент за и против, почему это нужно делать или не нужно делать. Я тоже дополню, я абсолютно согласен, и наша позиция чем-то очень схожа. Хочется, чтобы нас выбирали за качество, за функциональность продукта, а не потому, что им пришел регулятор и сказал, вот только так и никак иначе. Поэтому я верю в 2030 год. На самом деле много сделано уже сейчас. Даже если мы посмотрим различные секции, которые на мероприятиях проходят, а какие темы поднимаются, если мы несколько лет назад обсуждали, грубо говоря, как рабочую станцию с Windows на российскую операционную систему переставить. Сейчас обсуждаются инфраструктуры, сервера. Сейчас активно обсуждается различные СУТП, реал-тайм-ядра, микросервисные инфраструктуры. То есть уже процесс более плотного погружения, более плотной работы с инфраструктурой, мне кажется, это тоже показатель. То есть мы уже, грубо говоря, не обсуждаем, как рабочие станции поменять. Сейчас уже более такие сложные процессы идут. Мне кажется, это показатель. И да, в 2025 год, может быть, мы не все успели, но к 2030 году. И посмотрев дорожные карты, видно, что качество, функциональность продуктов сильно развивается. Я думаю, что это реально. Хорошо, но вот про RISC-5 архитектуру процессорную с открытым исходным кодом, как я понимаю, у нее уже в этой архитектуре открытый код, такой, можно сказать, что open source, что в мире железа. Владимиру хочу слово как раз дать по этой теме. Насколько реально, что мы увидим отечественные процессоры на базе этой архитектуры. И, как коллеги сказали, это бы серьезно, что облегчило задачи к 2030 году по переводу всего КИИ на ДПАКи. Илья, спасибо, но начну с шутки, сколько у меня времени на ответ, чтобы не занять все время. Несколько минут. Несколько минут, окей. Ну, я, во-первых, прокомментирую то, что коллеги сказали. Мне кажется, очень правильная мысль о том, что надо фокусироваться на качественном продуктовом предложении, ну, как старый продукт-менеджер, прям это мою душу греет. Это с одной стороны. С другой стороны, я вот не согласен с тем, что роль государства здесь, ну, что ли, как-то, может быть, немножко попытаюсь обесценить. На мой взгляд, как раз наоборот, роль государства и нормативных правовых актов здесь определенный вектор задает. Другое дело, что действительно не нужно расслабляться и нужно под этим путем двигаться. Если переходить к РИСК-5, то, ну, здесь хочется сказать, что это процессорная архитектура, здесь я как энтузиаст, да, РИСК-5 технологии выступлю, наверное, да, это, ну, пожалуй, на данный момент единственный успешный пример практического применения открытой процессорной архитектуры. Были и другие, но не столь успешные. Ну, например, пример успешности. Только рынок IP-ядер на данный момент это 6 миллиардов долларов ежегодно. Если посмотреть на то, как себя ведут другие государства, то в Китае принята целая программа перехода на РИСК-5 или ее производные, постепенное замещение систем государственного управления и других систем. Вот сейчас проходит в Китае как раз 35 саммитов. Вот на нем НАСА заявило, что следующие ЧИПы будут на РИСК-5, американская оборонка заявила, что следующие ЧИПы будут на РИСК-5, ну и так далее, и так далее. Это такая общая качественная характеристика. А если уйти немножко в детали технические, то РИСК-5 архитектура имеет целый ряд уникальных преимуществ. То есть она, значит, модульная. С одной стороны, она универсальная, с другой стороны, она имеет зафиксированные минимальные наборы команд, затем зафиксированные расширения, которые объединяются в профили. И вот эти уже профили позволяют создавать микросхемы разных классов под специализированные применения, ну вот о которых мы сейчас говорили конкретно про серверы. И сама по себе архитектура и ее практическое применение прошла следующий путь, начиная с 2010 года по настоящее время. То есть наиболее проработано, конечно, это микроконтроллерное применение. Здесь есть масса реализации в Кремнии, и российских в том числе, но в российских несколько, не масса, а несколько. Ну и программная экосистема. Если идем дальше, да, по цепочке более производительных устройств, то следующие на пути были микропроцессоры, на которых уже мог работать Linux. И здесь я скорее говорю, наверное, о микропроцессорах, которые за рубежом появились, в том числе для системы СОТП. И сейчас, конечно, идет работа над микропроцессорами под устройством с батарейным питанием, ну и борьба за сервер. Значит, ну что можно сказать из публичного? Это вот, опять же, китайские исследования, китайские реализации в Кремнии, где постепенно появляются примеры серверных процессоров. Они на данный момент, нужно признать, уступают пока современным интеловским аналогам, но приближаются, наверное, примерно к третьему поколению интеловских процессоров. Но на них уже есть гипервизор, масса технологий, к которым мы привыкли, ну, допустим, в архитектуре x86. Ну вот, наверное, такой комментарий, если... Спасибо, да. Насколько я понял, для меня, что важно прозвучало, что эта архитектура позволяет создать некий кастомный, вычислительный, там, некий сервер, что устройство, которое будет под мою конкретную задачу обеспечивать нужную производительность, например, для СУТП. Вот я так понимаю, это, на самом деле, вполне хороший вариант. А вот коллеги, например, из лаборатории Касперского и Солара, вот вы как оцениваете эту архитектуру и исследовали ли вы с возможностями перевода ваших фактов на нее? Да, у нас есть представители рабочей группы по RISC-V. Архитектура непрерывно исследуется. Мы знаем о том, что есть одна или две версии микро-NGFV на RISC-V уже на китайских процессорах. Также мы вот в эту сторону смотрим, так как процессорная архитектура модульная и масштабируемая. В принципе, мы смотрели китайские процессоры уже на RISC-V. Ну, возможно, как бы при тех, как бы, характеристиках, которые нам будут необходимы, мы будем их применять в своих разработках. Вполне себе, как бы, способ импорта независимости для нашей страны. Спасибо, Дмитрий. Да, мы, получается, пока что со своей стороны в рамках продукта SD-WAN не рассматривали возможность использования процессоров с RISC-V архитектурой. Пока что те архитектуры, которые поддерживают именно наше программное обеспечение, это, соответственно, X86, ARM и MIPS. Вот, в целом, то есть, получается, направление действительно интересное, но, скажем так, оно требует достаточно больших инвестиций сейчас со стороны именно программы разработки для того, чтобы начинать уже ощупать ее и понимать, то есть, насколько она действительно подходит именно к решению наших задач. Это, ну, действительно, как я уже сказал, это достаточно трудозатратно. Спасибо, Илья. Немного парирую Володя, знакомы уже давно, даже работали вместе. Такой вот момент по поводу регуляторов. Я немножко хотел очень гибко пройтись и сказать, что наши регуляторы огромные молодцы. То, что сейчас уже делается, оно даже более чем достаточно. И оперативно правятся любые нормативные акты, когда бизнес через различные ассоциации дает обратную связь. Работает все очень хорошо. Но давайте перейдем к пару моментов. Вот по использованию мы уже имеем некие уникальные разработки в виде ноутбуков на риск-пятых технологиях. Но здесь есть разграничения, связанные с тем, что рынок риск-пятых, хоть и является открытой инфраструктурой, де-факто уже начинает делиться на запад и восток. Потому что в Китае есть два гигантских англомерата и гигантские компании, которые инвестируют в разработку риск-пятых ядер. Это решения TechEd и Sci-Fi, за плечами которых стоит и Tencent и Alibaba, которые инвестируют миллиарды, сотни миллиардов долларов, чтобы реализовывать текущие решения. И в рамках текущей гонки Запад и Восток уже играют в эту историю. У нас есть два уникальных игрока, которые делают IP-ядра по-настоящему. Они огромные молодцы. Это компания CloudBear и Syntacore. И даже если посмотреть текущих коллег, которые здесь представлены, CloudBear в рамках одной группы компаний, Syntacore в рамках другой группы компаний. Все понимают важность этой технологии. И F+, как только увидит на рынке любой законченный процессор для клиентских устройств, либо серверного, либо сетевого оборудования, мы с удовольствием это будем использовать. Пока это в процессе разработки и кооперации на международном уровне идут такие разработки. Ну да, вот коллеги сказали, что есть уже китайские процессоры. А насколько важно, чтобы процессоры на базе архитектуры Штриск-5 собирались именно у нас? Или их можно закупать из того же самого Китая? Хороший вопрос. Спасибо. Но это очень долго можно обсуждать, потому что, когда мы говорим про процессоры, надо вспоминать о трех компонентах. Связанные кристаллы, подложки и корпус. Плюс немаловажно еще техпроцесс формирования самого процессора с заливкой эндорфила внутри, чтобы кристалл не двигался. Пока это отдельная большая тема, связанная с производством кристаллов. На территории Российской Федерации занимаются известные компании, инвестируют огромное количество денег. Пока то, что могу сослаться на выступление Михаила Викторовича Шпака на прошлой микроэлектронике, который заявил, что к 30-му году вся химия будет готова. Давайте оттолкнемся от этого. Остальное – это уже коммерческий секрет наших больших крупных игроков, которые в эту историю инвестировали и занимаются. И в онлайне, я думаю, не стоит раскрывать проекты технологического суверенитета, которые очень важны для нашей страны. Скажем так, что сейчас ни одна страна в мире не встанет в одиночку сделают процессор от начала и до конца. То есть все равно это глобальное. Кто-то делает корпус, кто-то делает подложки, все печатается, знаем, где. Мы идем в сложную, длительную историю. Ожидать, что первый процессор, который пропаялится, я считаю, что они обязаны появиться, у нас просто нет другого по пути. Они, конечно, будут не 5, на метров 8, это будет 30, то есть нанометров 60, может быть. Но нам нужно просто будет готовиться, что мы на какой-то определенный момент времени чуть-чуть откатимся назад и масштабирование, и быстродействие информационной системы нужно из расчета горизонтального роста, а не из расчета мощности одного ядра. Мне кажется, что это будет как-то так. Загласился бы с этим тезисом 3 года назад. Сейчас единственная страна, которая по силе сделала все от начала до конца, это Китай. Раньше, да, ты абсолютно прав, литограф делался в Голландии по технологии, американцы, кристаллы делались на острове, выпекались на TSMC, корпуса делались на Кейсере в Соединенных Штатах, эндорфилл поставлялся с Японии, и потом на базе этого всего собирался конечный процессор. То сейчас КНР, проинвестировав сотни миллиардов долларов, компания Huawei сделала литограф, на СМИКе начали что-то производить, химические элементы, они пытаются при помощи кооперации с другими странами, в том числе и с Россией, решить этот вопрос. Но Китай видит в этом стратегическую задачу. Я очень надеюсь, что то, что начато у нас, и те люди, которые за это отвечают, они не только продолжат, но углубят, усилят, больше займутся этим вопросом, потому что, как ты правильно отметил, это дорого, это технологически сложно, это нужно большое количество экспертов в области микроэлектроники понимания. Я не говорю уже о системе автоматизированного проектирования класса САПР, которая тоже производилась в Соединенных Штатах, и только компании инвестировали миллиарды долларов каждый год в разработке этого решения. Да, там Владимир просит еще слово. Сейчас я ему что-то обязательно дам. Я хочу у коллег из лаборатории Касперского и Солара уточнить насчет аппаратного ускорения. Я помню на эфирах по НГФВ, в том числе, кстати, у нас эта тема будет в сентябре, 4 и 6 сентября, что регистрируйтесь на нашем сайте, что регистрация уже открыта, будет все это подробно обсуждаться, но суть в том, что аппаратное ускорение для сетевой безопасности очень важно. И много там говорилось, что лучше, лучше какие-то асики, лучше использовать какие-то специализированные процессоры или, например, на стандартный X86. Сейчас, насколько я понимаю, в среднем по отрасли все склоняются в сторону такой стандартной архитектуры X86. Что RISC-5 здесь что-то даст? Какие-то дополнительные возможности или нет? Сейчас можно об этом говорить? Ну, в плане аппаратного ускорения RISC-5 вряд ли что-то даст. Но аппаратное ускорение – это асики и ФПГА. В любом случае, при строительстве завода и при приобретении технологического суверенитета будет производиться ФПГА и будут производиться асики. В принципе, они будут востребованы как раз для аппаратного ускорения. Аппаратным ускорением сейчас мы занимаемся, проводим исследования. В принципе, есть некоторые достижения. Пока мы не будем об этом публично говорить. Но, в общем, работа ведется. Да, с нашей стороны пока что тоже прокомментирую. То есть пока что тоже только смотрим в сторону предложений от производителя аппаратных платформ относительно того, что есть уже какие-то наработки и по ФПГА, и по асикам. Но пока что все равно целенаправленно идем в x86 архитектуру, соответственно, с возможностью использования различных дополнительных, скажем так, инструментов, таких как то же самое там VBP и DPDK для ускорения непосредственно на x86 процессора. Да, Илья. На правах такой, знаете, пошучил рекламу. Скажу, что на армии мы показали отечественно-регистровый сервер Восход с x86 GPU-картами NTC-модуль на inference, то есть аппаратное ускорение мы научились уже делать полноценно отечественным. Приходите, дадим в тест. Это круто. Всем присутствующим. Но сразу давайте, есть определенные недостатки, но давать о них не будем. Будем говорить о преимуществах. GPU-ускорители от NTC-модуль меньше греются и меньше потребляют электроэнергии. Это плюсы. А минусы говорить не буду. Соответственно, у F-плюса есть на ближайшие пять лет согласованный роудмэп, и мы полноценно пойдем в эту историю, понимая, что искусственный интеллект вошел полностью в нашу жизнь. Не только с точки зрения обеспечения защиты моделей угроз, но и крупных моделей. Мы все понимаем, что такое компьютерное зрение, что такое работа с текстами NLP, что такое работа с RL и беспилотный транспорт. Рано или поздно нам все равно, как в стране, надо будет подумать о обеспечении технологического суверенитета в этом направлении. Поэтому поэтапно мы к этому идем. Я очень надеюсь, такой небольшой анонс, что на Эфинополисе удастся удивить рынок и что-то показать, как мы сделали на Ципре, показав быстрее всех коммерческую реализацию четырехсокетного сервера, который уже в реестре, обогнав даже компании, которая имеет больше инвестиций в этом направлении. Отличные новости. Будем следить за анонсами. Владимир, тебе слово обещал дать. Да, спасибо, Илья. На самом деле, опять же, по услышанному, чтобы я был правильно понят, я тоже говорил о поддержке усилий наших регуляторов по формированию рынка, чтобы я был тоже правильно понят. Но вот по услышанному, по РИСК-5, во-первых, радует, что столько внимания и позитивная оценка в целом. Я вот услышал два таких вопроса, которые могут способствовать развитию. Первый, высокий порог входа, в изучении технологий. И второе, это ускорители. И вот если говорить про высокий порог входа, в Россию технологии РИСК-5 развивает, созданный в прошлом году, в 2023 году РИСК-5 Альянс российский, и в нем есть сейчас такая инициатива дистанционной лаборатории. Суть этой лаборатории, постепенно развивая инфраструктуру распределенную, дать доступ, ранний доступ к технологии. Вот, поэтому, как бы, хочется призвать к сотрудничеству. Коллеги? Да, спасибо. Я что-то не то говорил? Нет, 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 здесь... Да, я немножко пошутил, что на предыдущем месте работы непосредственно участвовал в создании этого альянса, поэтому я считаю, что это очень важно. Ну, это же хорошо. Вот, и второй комментарий, ну вот, если есть желание принять участие, принести кейсы, что нужно развивать в самой архитектуре, пожалуйста, значит, сотрудничество, оно возможно. И хочу сказать, что РИСК-5 ГПУ тоже идет. Вот, поэтому здесь, наверное, зона развития тоже вполне себе есть. Да, хорошо, спасибо. Давайте мы для нашей аудитории запустим вопрос номер один. Мы переходим к обсуждению зрелости текущих паков и депаков, как новую аббревиатуру, что вводим в свой беход. И опрос будет о том, а как вы оцениваете текущую зрелость как раз стратегических паков. Голосуйте, пожалуйста. Мы делали такой опрос вчера в телеграм-канале и ответы в целом, ну, достаточно скептический срез был. То есть не могу сказать, что прямо сильно плохое. 27% ответили, что зрелость достаточно для решения именно конкретно их задачи. 37% ответили, что она сильно ниже, чем у зарубежных аналогов. И всего 16% ответили, что мы дезнадежно отстали. Я думал, таких будет гораздо больше, потому что IT-рынок наш, как оказывается, такой прям очень консервативный. Вот. И бродозамещение многие прямо совсем не любят как термины и как общую тенденцию. Поэтому, с моей точки зрения, результаты были предварительно достаточно интересны. Сейчас посмотрим, что будет на эфире. Как, собственно, ее оценивать, что это зрелость? Сергей, тебе слово, наверное, дам. То есть, из чего она состоит? Мы все как бы об этом говорим. Ну, то есть, разложите, если, да, этот термин. Я оцениваю зрелость как бы на достаточно высоком уровне, особенно в области ИБ. Из чего эта зрелость складывается? Это складывается, зрелость складывается из уровня качества, наличия конструкторской документации, возможности поддержания жизненного цикла изделия, возможности осуществления непрерывной поставки, модернизации, ремонта. Опять же, технологическая зрелость – это желательно наличие собственного производства, чтобы не зависеть от контрактников, наличие своих логистических цепочек в поставке электронной компонентной базы. У многих вендоров зрелость очень высокая, качество монтажа печатных плат повышается. В последние годы существенно повысилось, особенно повысилось качество там в ИБ, в сетевой безопасности, в серверах общего назначения, в сетевом оборудовании, коммутатор, маршрутизаторы, качество значительно повысилось. Но ввиду того, что серийность оборудования недостаточно высокая в нашей стране, ввиду ограниченности рынка, мы еще очень сильно отстаем в плане корпусов изделий, потому что, допустим, тот же самый производитель Ченбро выпускает корпуса для серверов миллионами. У нас такой возможности нет. Корпуса либо китайские, либо российские. Но российские, естественно, качество немного прихрамывает, ввиду низкой серийности. Но за последние годы и тут качество очень сильно повысилось. Да, насчет корпусов шутка ходила. Я оцениваю зрелость на достаточно высоком уровне. Что российские корпуса для серверов должны быть обязательно из-за чугуна или такие? Нет, там дело не в чугуне, а в том, что в китайских и американских серверах используется очень много литья пластиковых деталей и от штамповки очень тонкого листового материала, специальными штампами. В России пока эти технологии очень дорогие. Со всем сказанным соглашусь даже все четко, прям по различным компонентам, составным частям и так далее. Просто похвалю всех здесь сидящих. Это вот те компании, которые имеют большой экспортный потенциал. Основная проблема, которая тоже была озвучена, что наш IT-рынок полностью целиком – это 1-2, максимум 3% от глобального. И только тогда, когда мы сможем вылезти из текущих наших границ и предлагать наше решение везде глобально, и у нас у всех здесь присутствующих есть такой и задачи, и потенциал, и возможности, все компании в это инвестируют и заинтересованы в этом, только тогда можно набрать будет необходимое количество и объемы. В связи с отсутствием большого объема цена за единицу, она выше, нежели чем когда ты выпускаешь миллионным тиражом. Возвращаясь к цифрам людей, которые голосовали, многие здесь сидящие тоже выросли, работали в глобальных больших международных вендорах. И я понимаю ребят, которые сейчас сравнивают и программный аппаратный комплекс с таким пониманием, англицизмом, как industry appliance. И сравнивают решение, например, с тем же самым Oracle Exodata, либо в то же время реализовано такое же решение на отечественном сервере с Postgres Base, с UBD, и в дальнейшем в сравнении оно проигрывает. Либо сейчас есть на рынке три уникальных игрока в области систем хранения данных, которые пытаются догнать, но сравнивать их с лидерами рынка сейчас уже можно. По функциональным возможностям лидером сейчас становится Baum, потом другие игроки, такие как Aerodisk, Redix, тоже очень много инвестируют в эту историю. Но смотрите, мы всегда, и наш IT-рынок, он очень грамотен с точки зрения каждого персонального человека. У нас очень хорошие IT-шники, которые ценные по всему миру, и когда и в Силиконовой долине, и в Китае, очень много народа работает именно с нашей фундаментальной школы. И они сравнивают нас сразу с лидерами рынка. Все текущие игроки, и в том числе и мы, мы стремимся к этому. И я уверен, что вот было вернуть к 30-му году, что эту цель мы поставим перед собой и ее достигнем. Вот примерно так. Спасибо, Денис. Да, я хотел добавить, ну вначале я хотел еще пошутить, там в голосовании был еще один пункт, что наши вообще решения не уступают зарубежным аналогам. Но это, видимо, вендора проголосовали. Не хуже зарубежных. Да, не хуже зарубежных. Там 5% это вендора поднапряглись, проголосовали. Вот, ну если серьезно, то действительно, вот слово импортозамещение, да, вот мне кажется, оно уже, ну, может быть даже и приелось. И все-таки, наверное, мы, у нас есть уникальная возможность идти своей дорогой. Потому что даже вот если брать вот в разрезе, я за свои наши продукты, наши компании скажу, да, мы тоже, вот мы приходим, например, в заказчика, и нас постоянно сравнивают с каким-то зарубежным аналогом. Будь это операционная система, там, система центризованного управления, контроллеры, домены, именно виртуализация. И даже мы иногда видим требования, да, к продукту предъявляются точно те же самые. Вот те же самые пункты, даже иногда слова не все удаляют, да, там. Вот. И хочется сказать, что мы все-таки идем не путем клонирования. У нас нет задачи сделать полноценного клона, там, например, контроллера домена, да. Мы все-таки за счет того, что, ну, ни для кого не секрет, что лидеры рынка, там, операционных систем, это Linux-дистрибутивы. Мы отличаемся архитектурой, да, от зарубежного аналога, отличаемся самим построением, там, различными механизмами, которые применяются в операционных системах, в администрировании наших операционных систем. Поэтому клона делать задачи у нас нету. Но, тем не менее, отказываться от best practices, да, к которым люди привыкли, которые, там, 30 лет выстраивали свои инфраструктуры, моновендорно, и этот вендор диктовал, там, какие-то правила, там, какие-то механизмы. Ну, конечно, отказываться от этого мы не будем. И какие часть мы оттуда берем. И тот функционал, к которому уже привыкли, мы реализуем. Но все равно я считаю, что мы идем немножко своим путем. И есть у нас возможность построить, ну, не знаю, можно так громко сказать, там, свой рынок, да, и свои механизмы, и даже, может быть, улучшить что-то именно в наших решениях, что даже, возможно, не было у иностранных вендоров. Ну, вот, да, вопрос как раз в том, есть ли какие-то фишки уникальные, да, которые, вот, мы, как бы, что-то можем предложить, и ничего нету за рубежом. Коганичный рынок в России, он все равно коганичен. Ну, то есть, он, вот, ограничен, и рано или поздно он будет, то есть, насыщен, то есть, ну, как бы так, что дальнейшее развитие, то есть, и поддержание, там, и его вот РНД, то есть, разработки и прочее, оно, то есть, остановится. Следовательно, для того, чтобы это все не остановилось, чтобы была отпитка, то есть, нужно выходить на международный рынок, я вот, ну, как бы, это, это единственный, тут, это, есть, правильный шаг, чтобы, то есть, ну, как бы, стать конкретно способным в цене, то есть, в технологиях, то есть, прочее. Но, так же, то есть, вот, естественно, я соглашусь с тем, что у нас есть, то есть, свои, то есть, разработки, эти разработки, то есть, ну, как бы, они есть прям реально очень крутые, то есть, разработки, да, то есть, не буду говорить, то есть, прям обо всех, но, которые, то есть, нужно, то есть, дальше и поднимать, и воспитывать, и транслировать, то есть, рынок. И самое главное, что они, то есть, даже востребованы. Что касается того же МКонце, МРД, систем защиты. Защита, кстати, у отечественных разработчиков, и Касперский, и Сворд в том числе, она значительно лучше, чем даже у некоторых международных аналогов. Это сильная сторона, и глупо ей не пользоваться. Нужно обязательно в это идти. Здесь нужно вернуться чуть назад, я вернусь к процессорам, и объяснить, что при появлении с процессором еще должно пройти определенное время для того, чтобы остальной прикладной софт, не только операционная система и системный софт, но и прикладной бизнес-софт адаптировался к новым процессорам. И вот, ну как бы, вроде бы, пять лет. На самом деле, времени-то нет. Уже нужно бежать. Прямо всем нужно бежать. Без помощи государства это сделать, конечно, будет невозможно. Но рассчитывать нужно, в первую очередь, на себя и на свою конкуренцию, на качество своих продуктов и поставления глобального, единого, правильного сервиса. Ну да, это правильная мысль. Здесь, правда, скептики в чате уже написали, что как, значит, зарабатывать на рынке большие деньги, значит, все вы в очереди, а как что-то сделать, значит, давайте как бы поддержка от государства нужна, да? Такое вот было. Ну вот, сразу парирую, хоть все под NDA, так скажу, вот показали мы ведущему банку свой четырехсокетный сервер. Сравнили они нас с двумя ведущими международными вендорами HP и IBM. И когда дали оценку, что сервер сопоставим с этим решением на 96%, я созвал свою команду и сказал, ребят, это гигантский успех, потому что вот когда сравнивают не с кем-то на текущем рынке, а с международным лидером, который инвестировал в сотни раз больше в текущее решение, и такая оценка считаем уже очень хорошей. Да, это действительно круто. Давайте выведем как раз в качестве иллюстрации, что думает аудитория, результаты опроса номер один, а как вы оцениваете зрелость шоссийских фак? Аудитория на эфире жестче, чем в нашем телеграм-канале, если я скажу прямо точно, потому что то, что она достойная или не хуже шоссийских аналогов, вообще проголосовало 0%. Где все вендоры, где поддержки, достаточное для решения наших задач 34%, но на самом деле уже неплохо, сильно хуже зарубежных аналогов 43%, прямо скептики, где-то приближается к 50% и 6% считают, что мы безнадежно отстали. Но что интересно, достаточно много, 17% тех, кто затрудняется ответить, да, то есть очевидно или мало что знают, да, на самом деле там о российских паках, или у них нету достаточной компетенции это оценивать. Очень хочется поделиться практическим опытом. Вот запускаем мы какую-то комплексную систему хранения данных. Подходим в роудмэпе к реализации какого-то очередного релиза. Большое количество функционала доработано в рамках требования рынка, чтобы этот функционал соответствовал требованиям заказчиков. Что потом как вендор мы делаем? Мы делаем полностью пусконаладочную работу тремя командами. Мы как вендор, софтовый вендор и еще сервисники, которые должны участвовать, которые в дальнейшем это будут поддерживать. Потом в течение от двух до пяти недель мы прогоняем полностью по ПМИ методику испытаний, который имеет более двухсот пунктов, чтобы проверить весь текущий функционал, поверить нагрузку, поверить работоспособность. И чтобы быть уверенным, что мы отдаем качественный продукт конечного заказчика. Это огромная работа, которая проводится каждый день. Я согласен с коллегами, которые говорят, что только в кооперации, в совместной работе, когда мы совместно будем решать решения в области ПАКов, только тогда мы сможем убедить скептиков, которые проголосовали, либо сомневаются сейчас в положительном решении. Но это огромный труд, который мы проводим. И знаете, IT-холдинг F+, за деньгами в государство по этому вопросу не обращался. Делали мы это все самостоятельно, инвестировали самостоятельно в эту историю. Поэтому не всегда крупные вендора, которые здесь присутствуют, ищут какой-то государственной поддержки. Очень много делается и за счет внутренних ресурсов, и за счет собственных инвестиций, за счет привлечения талантливых команд, ребят, формируя практику внутри себя, и пытаясь что-то сделать уникальное и перешагнуть, то есть сделать на порядок, ну или что-то еще более интересное и новое. Как-то так. Спасибо за комментарий, Илья. Давайте мы сразу второй опрос для нашей аудитории запустим, не дадим вам расслабиться. А что больше всего ограничивает вас в миграции на паке российского производства? Голосуйте, пожалуйста. И вот теперь мы перейдем, наверное, к блоку миграции как раз. Я хорошо помню, когда мы проводили другие наши айтишные эфиры, например, по системам штрафизации, по тем же самым штрафик в директоре, по VDI, то все время говорилось о том, что поменять такого рода айти системы, это зачастую годы, да, уйдут, то есть не меняется это быстро, миграция занимает очень долгий срок, и проекты растягиваются там от годы, и больше, как правило, да, в зависимости там от компании, от ее масштабов и задач. Как быть в случае железа и программно-аппаратных комплексов? С моей точки зрения здесь все еще сложнее, потому что если я купил, заплатил физически за что-то, за какой-то сервер, например, то есть я хочу, чтобы он работал до посинения, пока как бы с ним или он совсем не разрушится, да, или же он уже настолько не устареет, что мне надо будет его менять, да, и здесь, мне кажется, этот срок зачастую, да, этот горизонт, он может быть где-то за пределами 30-го года для большинства тех самых ЗОКИ, которых мы таргетируем, как вы считаете? Илья, я сейчас хочу пошутить. Был у одного заказчика, специально не говорю какого, но это связано с госсектором, он говорит, а вы знаете, мы как авиаиндустрии, я говорю, как? А говорит, у нас есть сервера рядом стоящие, которые в случае поломки текущих являются донорами. Я говорю, спасибо, нам с вами не по пути. Ну вот такая вот ситуация бывает. Ваши не ломаются, да? Или у вас, то есть, конечно, и сервер, знаю. Поэтому вы тут правы, срок амортизации оборудования больше. Это первый фактор. Второй фактор, что очень много есть обученных экспертов, сертифицированных по определенному оборудованию либо определенному классу, потому что другие международные вендора очень много проинвестировали. И вы сами помните, что получить там сертификацию американского телеком-гиганта считалось очень престижным. И дорого, да. И сразу повышал твою оплату труда на определенный процент моментально, как только ты получал такую сертификацию. Очень много обученных людей, очень много людей, которые погружены, которые сравнивают, как я уже говорил, наши решения отечественные с лидерами рынка. С другой стороны, знаете, скажу им спасибо, потому что они нам не дают расслабиться. Благодаря их обратной связи мы становимся лучше. И у нас цель делать решение не хуже, а то и лучше, потому что все от нас ждут решения лучше, дешевле, еще вчера. Я вот дополню, да, действительно, что, мне кажется, вот предыдущий, то есть, Влад, опрос показывает, что люди просто, они учились, учились у определенных вендоров, они видели определенные, то есть, ну, как бы, вот эти вот, вот это эмплейты, то есть, развитие, и сейчас к ним приходят и говорят, то есть, ну, как бы, ну, вот та эпоха, то есть, прошла, давай жить иначе. А как жить иначе, он просто еще не знает. То есть, мне кажется, что, да, здесь вот должны быть, наверное, какие-то учебные, то есть, центры, и, в первую очередь, то есть, нужно взаимодействовать с ВУЗом и готовить именно вот новых, то есть, ИТ-специалистов, которые будут применять уже отечественные, то есть, импортовозамещенные, то есть, технологии, и тогда процесс импортозамещения будет там, где действительно более быстрый и более бесшовный, то есть, просто, ну, как бы, прийти там, да, там, к человеку, то есть, поле облака, то есть, на ВМВ, да, и прийти, вот, ты, вот, и тебе, ладно, то есть, хорошо, на open source, да, то есть, он скажет, ну, как бы, вот там все было, то есть, понятно, то есть, дизайн гайды, это, здесь ничего нету. Прийти и сказать, нет, ты теперь, там, на Астре, на РССОФТ, они скажут, ну, это там еще одна степень, то есть, ну, как бы, то есть, в обовлечении, то есть, нужно, то есть, понимать, разбираться, то есть, продукты, то есть, и проще. Да, мы постоянно столкаемся с вопросом миграции именно в сетевую архитектуру заказчика, и заказчик, как бы, вот, просит сделать так же, как и было, там, а-ля Пало-Альта или там, Фортинет, ну, поэтому, в общем, я с ребятами согласен, стараемся делать лучше, универсальнее, ну, да, это, как бы, связано с тем, что специалисты, как бы, заказчика обучены как раз вот этими крупными IT-гигантами по своему оборудованию, и, в принципе, они опасаются менять и структуру сети, и архитектуру, и, в общем, каждый человек переживает, как бы, в общем, в этом вопросе. Да, ну, вот, Илья сказал про устройство донора, да, как в этом, как в авиасотрасли, а я вспоминаю немножко такой крайний с другой стороны примеры, как мне реальные заказчики рассказывали про российские паки, например, криптошлюзов, когда, да, покупаешь их там, и условно из трех там один только работает, да, или там из пяти один работает, остальные просто по какой-то причине не заводятся, да, или, например, там одна крупная российская компания тоже, да, мне уже другой заказчик что-то сказал, что когда вот это после Крыма, да, им это замещение активно пошло, он говорит, мы переходим, мигрируем на отечественные сервера, и рассказывал, что, говорит, к нам чуть ли там не КамАЗами их завозят, потому что они постоянно у нас горят, да, и вот этот такой флер какой-то ненадежности, что ли, да, присутствует, насколько здесь сейчас можно говорить о том, что мы сумели перестроиться и побороть вот эти болячки ненадежности, потому что вот особенно в сетевом оборудовании, да, вот, наверное, с вас как раз и коллеги начну, это вообще очень важно, да, это такая вот точка отказа, где ты должен быть уверен, что ты поставил и забыл. Ну, мы работали, вот у меня большая команда разработчиков и инженеров, мы работали много лет назад в немецком холдинге, немецкий холдинг поставлял как бы на территорию Российской Федерации оборудование свое, и уровень брака там был очень высокий, там 10-12% как бы вот легкую, это сеялось сразу на входном контроле, на выходном контроле, и сейчас как бы вот мы стараемся производить и входной контроль, 100% функциональный, тестирование нагрузочное, и выходной контроль перед упакованием в упаковку, то есть вот таких случаев не было в принципе, то есть смотрится и внешний вид, и комплектность, и функционал, ну, по крайней мере, мы за этим следим, и за себя я не могу сказать, что у меня в жизни был случай, когда от меня там камазами что-то грузили, такого никогда не было. Спасибо. Да, Сергей, я тоже соглашусь, подхвачу, скажу, что в целом если даже проблемы какие-то с браком оборудования, там с недостатком качества встречаются, они встречаются в основном как раз на этапе, когда мы начинаем брать какое-то оборудование от производителя, и, ну, скажем так, отдаем их в разработку, и они начинают проверять, а что, как оно работает, да, как ведет себя под нагрузочными тестами, собственно говоря, раскручивает, смотрит, то есть получается, каково качество пайки, да, не отходят ли провода, собственно, там, как уложено там все внутри оборудования, только после того, как мы вот весь этот осмотр, контроль проводим, мы выдаем некий вердикт производителю, и тут тоже на что надо обязательно обращать внимание при общении с производителями аппаратных платформ, да, насколько высока скорость реакции на замечания с вашей стороны, да, потому что когда, скажем так, все головами покивали, сказали, да, да, у нас есть там какие-то проблемы, по сути аппаратная платформа, которая приезжает потом в тесты, такая же, ну, тут все понятно, до свидания, вот. Если реакция высокая, и там следующая аппаратная платформа, которую вы получаете для тестирования, все эти замечания уже учитывает, и новых никаких болячек еще и не появляется, то все здорово, да, действительно, мы берем оборудование себе в модельный ряд и уже без зрения совести продаем нашим заказчикам. Вы знаете, за последний год не было ни одного дня, чтобы не решал вопрос, связанный с оптимизацией качества. Вот коллеги рассказали, но для меня эта задачка выглядит шире от момента, когда менеджер по продажам продал продукт, выиграл какой-то тендер, пресейл сформировал конфигурацию, вопрос, как ее сформировал, все ли он учел, либо какой-то проводок лишний туда закинул совершенно случайно, не понимая, что и как, что в конфигураторе надо вообще убрать такую возможность, чтобы, не дай бог, он что-то не то нащелкал или галочки неправильно поставил. После момента сборки, валидации, создания большого комплекса АСТИ, который мы используем, автоматизированное тестирование конечных изделий, где полностью все это проходим, проверяем работоспособность каждого изделия, все драйвера, выходной контроль и так далее. Но помимо этого, когда мы говорим про SMT-монтаж, использование комплектующих, использование различных узлов, иногда даже контроллер физически один и тот же, характеристики все одни и те же, один работает, а другой горит. И вот такие вот вещи, они сейчас всеми производителями оборудования, в том числе и нами, они отрабатываются, набиваются шишки и основное, и наш таргет это качественный продукт конечному заказчику. Мы не приемлем историю, когда кто-то из наших конкурентов считает, что можно приехать с гигантской сервисной командой и даже если что-то не так, прямо у заказчика что-то менять. надо стараться, чтобы с производства продукт выходил качественным. А сервис это та история, которая всегда должна подстраховать, но выход из производства должно быть качественного продукта. Да, согласен. Это всегда портит впечатление, когда что-то из коробки не работает, а потом тебя начинают оточнить, начинают это как-то реанимировать и так далее. Давайте выведем на экран результаты опроса номер два. Что больше всего ограничивает вас в миграции на пак российского производства? 18% ответили, что недостаток функциональности. 7% говорят о низкой надежности. То есть на самом деле, я думал, будет гораздо больше. Видите, ошибся здесь. Высокая цена, 28%. Вот, кстати, о цене мы не поговорили еще, об этом будет дальше. Слабая техническая поддержка, 7%. Я тоже думал, что на самом деле будет больше. Нет достойных предложений на рынке, 4%. И что-то другое, 36%. Что же? Я думаю, другое. Это во многом сервисы, во многом там какая-то где-то может быть и документация, да, и поддержка там на всем жизненном цикле, вот о том, что Сергей, да, что ты говорил, такие скорее как бы сервисные составляющие. Ну и плюс в комментарии я вижу, что, например, Эмиль Романов написал, что очень интересно и верно, мне кажется, что миграция на отечественные паки ограничивает отсутствие информации о них, что рынок просто банально о многом не знает, что это есть, да, и я на самом деле тоже с этим согласен, потому что зачастую мне кажется, что, ну, я приезжаю сам там на конференцию, на ЦИП, там какую-то еще, да, конференцию, где много айтишных новинок, я удивляюсь. То есть я даже половина не видел и не знал, что это вообще есть, да, и сейчас это прям так очень быстро все развивается, мне кажется, в том числе при помощи таких эфиров, может быть, где-то там инвестируя в маркетинг, мы должны как отрасль вот эту проблему решать. На самом деле мы, то есть, вы тоже на ЦИП представили свой доверенный пак, да, и, то есть, рассказали о стратегии, то есть, развития, то есть, ну, как бы, облачных, то есть, доверенных, то есть, паков, да, то есть, на армии, то есть, были вместе, то есть, с коллегами, то есть, тоже. Здесь хочется сказать, что, то есть, ну, как бы, читайте, то есть, наше интернет-издание, I'm Live, CNU, запрощая, да, вот, там много чего интересного и полезного, и посещайте, то есть, вот, выставки, то есть, я думаю, что никто из коллег не дотаит, что они будут делать, то есть, дальше сейчас все достаточно открыты, то есть, в рынке, то есть, ну, как бы, я знаю вот точно, что у коллег, то есть, есть даже roadmap, то есть, там, на нас еще год у нас есть roadmap, у Plus есть, у Kasper, то есть, у Solar, у всех из нас, то есть, есть roadmap, вы можете, то есть, зайти, то есть, на наши сайты и посмотреть, то есть, в какую сторону мы развиваемся, как мы это делаем, что примерно, и когда будет. Да, Денис. Да, мне даже иногда странно такое слышать, потому что, мне кажется, вообще столько мероприятий, столько возможностей сейчас обратиться в любую, из любого вендора, это какое количество проводится вебинаров, совместных активностей, мероприятий, вообще огромное количество. Мы наоборот колоссальные усилия прилагаем, чтобы все знали о наших продуктах, все знали, что есть решение и стараемся это делать. Ну, конечно, напишите, что такое другое в комментариях, правильно? Нам будет важно посчитать обязательно. И сейчас секунду добавлю про дорожные карты. Хотел сказать еще и в предыдущей теме обсуждение, что мне кажется, и коллеги, я думаю, со мной согласятся, что та возможность, которую мы даем нашим клиентам повлиять на наши дорожные карты, что-то добавить свое в дорожные карты в зарубежных вендорах, я уверен, такого не было. О, не было. Они шли вот просто, они их ставили перед фактом и говорили, мы это будем делать. То есть, все-таки наша лояльность, мне кажется, должна как-то к нам вызвать большего доверия. И то, что мы готовы работать и готовы именно нашу стратегию нашей компании синхронизировать с рынком, мне кажется, это ценно. Я с тобой согласен. На самом деле, вот больше даже, мне кажется, более активны в плане обучения, рассказа о том, что происходит на рынке софтверные компании. Я вижу, что как раз вендоры аппаратного обеспечения здесь как-то немножко что-ли пробуксовывают, потому что даже вот на этот эфир мы очень многих звали, и кто-то не понимает, как бы зачем им это нужно, хотя мне кажется, это было бы очень-очень полезно увидеть здесь в том числе и других коллег. Илья пришел, большое тебе спасибо. А некоторые пока как бы далеки от этого, потребность у рынка есть. Давайте хорошо пойдем дальше. Мы запустим сразу опрос номер три для нашей аудитории. Какой критерий при выборе пак для вас самый главный? Да, вот прямо что для вас самое главное? Сейчас дадим аж Владимиру комментарий, он хочет какой-то сделать, и будет у нас блиц. Не переключайтесь. Да, Володь, мы тебя слышим. Да, коллеги, спасибо. Очень интересные последние 20 минут диалога. У меня таких три комментарии. Ну, очевидно, что в системах автоматики, промоавтоматики, надежности – это краеугольный вопрос, поэтому он ставится всегда в угла угла. Но вот если мы говорим о решениях IT, вот особенно о последнем опросе, я вот для себя обратил внимание, что почти все ответы, которые как-то негативно характеризовали продуктовые предложения, они на самом деле, на мой взгляд, вважаться вот в такую штуку, как низкая продуктовая культура в некоторых российских компаниях, или там временами и временами ее отсутствуют. И мне кажется, вот стоит еще говорить о том, что мы должны работать над взращиванием вот таких ролей, как качественные менеджеры продуктов, директоры по продуктам, и тогда и хорошую концепцию продукта, собственно говоря, мы все точнее и точнее будем попадать в рынок. Там вот были тезисы про цену, были тезисы про сервис, там еще пару штук – это все составляющие качественного продукта. Это раз. И два. Вот тут я вспомнил начало двухтысячных, там давно живу, и помню, вот как Huawei еще не был тогда таким гигантом, как сейчас, и он привозил первые роутеры в наш телеком. Вот кто тогда работал, он помнит, что эти устройства были из глинной эпохи, да? И инженеры китайские сидели безвывозно на наших объектах, их настраивая прямо на объект. Вот мы почему-то об этом не вспоминаем. А сейчас, как бы, да, вот предъявляя самим себе требования, мы такие, сразу должны в космос полететь. Ну, так же не бывает. Поэтому надо бы как-то вот разумно, да? Ну, ага, да. Ну, только вот, однако, почему-то коллеги наши восточные, да, немножко с другой планкой заходили к нам же. И вот по поводу, я твою шутку слышал про криптошлюзы, вот тут хочу сказать, я лет десять настраивал, ну, наверное, топ-3 криптошлюзов российских, там, по всему Черноземью, за Уралом. Ну, честно говоря, ни разу у меня не было, чтобы они не взлетали, это раз. Вот. А зато, когда я, работая в одной компании, тестировал все межчистевые экраны, которые были в то время на территории нашей страны, вот там мы находили косяки регулярно. С тем, что просто заявленная функциональность не работала. Не буду называть компанией. Поэтому тут надо, наверное, ну, немножко объективнее относиться к собственным вендорам, да, и дать им, ну, некоторую, все-таки, возможность, да, донести свою ценность до рынка и чуть-чуть развиться. Вот, наверное, такой у меня комментарий под финал. Спасибо. Да, хорошо, спасибо. Я тоже хотел еще сказать, что вот по поводу цены, да, 20, сколько, 28% ответили, что это смешает переходу на шоссийские паки, но мне кажется, мы как раз упираемся в те самые 2-3% от глобального рынка, потому что не будет низкой цены при небольшом рынке, да, и пока мы не научимся, не станем активно продавать свою продукцию в другие регионы за пределами, там, с нашей стороны, то цена не поползет вниз, мне кажется, это очевидно для тех, кто хоть немножко в экономике разбирается. Хороший комментарий еще есть от Алексея, что на самом деле в части другого, да, что мешает. Он говорит как раз о том, что средства уже инвестированы, жизненный цикл не закончен еще. Это то, что вот о чем мы говорили, да, то есть, как бы деньги на аппаратные комплексы, на железо уже потрачены, и пока оно не амортизируется, и других денег тебе как бизнес-руководство не даст. Вот, и пока цикл не закончен, перехода никакого не будет, крайне мере. Странный довольно-таки тезис, потому что приходите к нам, сделаем мы с вами пак, скажите, на каком железе, какой приклад, подберем оборудование, протестируем, провалидируем, дадим вам как заказчику, либо партнеру полный доступ и покажем качество. То, что компании ждут, когда что-то самортизируется, ну, это неправда. В комментарии, что в рамках ниши отечественного оборудования кто-то что-то не докручивает или еще что-то, ну, это тоже несправедливо, потому что существует там три лидера рынка, в которых мы входим, которые очень много вкладывают и в маркетинг, и в продвижение, и закрывают очень большое количество различных задач, и полностью пытаются максимально анонсировать рынок в коллаборации, кооперации со всеми софтверными компаниями. И есть пару игроков, которые дышат этой тройке в спину и пытаются тоже догнать и перегнать. Ну, я бы назвал бы минимум там 7-8 компаний по производству оборудования в России, которые составляют очень хорошую конкуренцию, которая не дает отдыхать и которая постоянно толкает нас к развитию. И мы даже более конкурентные, извините, сравнение, чем операционные системы. Как мне это кажется, потому что есть сейчас инженерная школа, слава богу, еще доставшаяся от Советского Союза, которая сейчас формирует эти все производства, ну, люди того времени. Пока это все есть, мы еще развиваемся и бежим вперед. Многие критикуют, кстати, этот уровень конкуренции, говоря о том, что мы как отрасль растрачиваем ресурсы на производство примерно одного и того же, что у нас там 40 НГФВ, то есть у нас там, не знаю, несколько десятков систем виртуализации, сколько там в реестре линуксов, наверное, тоже штук 20 точно есть. И все это люди, все это там одни и те же примерно задачи решают, а дефицит очень большой. Тут тоже есть, на самом деле, такая спорная. Илья, я уже комментировал вашим коллегам, и я придерживаюсь мнения, что сейчас уже начат этап укропнения рынка. Есть определенные группы компаний, которые расширяются, приобретают все больше и больше новых игроков. И уже стадия становления крупных игроков он начат. И уже не первая фаза. И да, рано или поздно, 30-й год был назван, мне кажется, и к 30-му году останется 3-4 игрока больших, которые будут закрывать комплекс на решение. Да, действительно, я такие тезисы тоже все чаще слышу, но мне кажется, проверка временем, во-первых, это все уравняет. И мне тоже понравился тезис, я слышал на конференции, что сейчас как будто все бегут на эту вершину, но до вершины добегут, соответственно, не все. И, конечно, хочется отметить, что операционная система, любой другой продукт, например, операционная система, это только одна часть. То есть собрать, если мы про Linux говорим, операционную систему, это может не каждый, но многие. А поддерживать это все, то есть создавать экосистему решений, я думаю, коллеги из Астраса согласятся, инструменты управления, виртуализации, подтверждать совместимость железа. То есть это же иногда не так просто установить какой-то Linux на ноутбук, и у тебя раз, и все завелось на нем. То есть это команды, это команды разработки, это специалисты, расширение структур компании. Мы показываем там каждый год двукратный рост в штате компании. И я уверен, что, конечно, иногда хочется одним глазком в 2030-е так заглянуть, что там происходит. Но я думаю, что время все расставит на свои места и выставят именно те, кто будет давать сервис, обучение, совместимость, развитие, функционал, экосистему решений. Ну ты вот очень правильные слова сказал, особенно про экосистему решений. То есть мы как раз-таки уже начали трансформаться именно в экосистему. Никому не нужен осколочный продукт от разных вендоров с разным решением. Еще и непонятно, как он стыкуется. Нужен законченный сервис, когда ты можешь четко взять бизнес-функцию. То есть сама операционная система – это не бизнес-функция, это инструмент. Нужен бизнес-функция. Вот ты взял, ее уже используешь. Как платформенный сервис, как сервис для разработок, для производства. Мы очень много вкладываемся и в обучение, и в центры, то есть в отреде Fofoast, то есть в апробации и тестировании со всеми игроками рынка – это колоссальные усилия. Это не рождается сразу. Это прям долгий, полномерный путь в качестве оказания качества сервиса. То, что сейчас на рынке присутствует многообразие, но это исторически, то есть вот так везде, как только появляется ниша, в эту нишу входит очень много КК-компаний, то есть 100 человек, 100 КК-компаний, через 3-5 лет это все слопывается до обычно 3-5 гиперскейлеров, которые, в принципе, и дальше вознимает этот рынок. В принципе, я считаю, что воздача каждого действия беседящего, что мы оказались в этих гиперскейлерах по тем направлениям, в тех нишах, что мы занимаемся. И поэтому, да, я в самом начале такую аналогию использовал про 90-е, которая вам не очень понравилась, в хорошем смысле. Вот, но будем наблюдать, кто добежит до этой самой вершины, да, как, мне кажется, очень образно это выглядит. И давайте все-таки перейдем к Блицу, да, я каждому из вам задам вопрос, а на что, собственно, стоит обращать внимание при выборе пака, да, вот опять-таки, с чего мы начали в самом начале. У многих заказчиков задача стоит, люди смотрят, компании смотрят, что есть на рынке, какое оборудование, какой софт, смотрят, оценивают это все в комплексе, как им подходить к выбору, потому что компаний много, производителей уже много, кто-то откровенно родмэпами торгует, например, такие случаи мы не будем брать, да. Вот, но вот давайте, Сергей, тогда с тебя начнем. Я буду одну минуту по вот этим часам. Я думаю, самое главное внимание при выборе пака и компании-поставщика этого пака обращать, смотреть на эту компанию, на ее жизненный путь, каким она путем прошла, как бы вот до этой точки, когда она стала вендором пака, наличие, допустим, реестровости, да, посмотреть, допустим, сколько там человек в команде работает именно в плане разработки, кто эти люди, чем они занимаются, ну, если это как бы возможно. Потом посмотреть на документацию, которая предоставляется, на сервис, на скорость реагирования на этот сервис. Опять же, характеристики, как бы посмотреть заявленные, возможно, какие-то ПМИ провести, ну, испытания совместные взять в тест оборудование, реально, ну, потестировать, посмотреть. Я думаю, в принципе, все. Хорошо, спасибо, как раз одна минута. Да, я начну. Самого основного надо в первую очередь, на мой взгляд, обращать, конечно же, на качество оборудования и то, насколько оно соответствует заявляемым характеристикам, вот, конечно же, немаловажную роль играет еще дополнительно предоставленная документация, тоже соглашусь с Сергеем, и скорость реакции от производителя на наличие там каких-то инцидентов по оборудованию. Очень важно обращать внимание на сервисную поддержку и на то, сколько сервисных центров, в принципе, есть по России, да, то есть большинство компаний имеет достаточно большое количество филиалов, очень важно, чтобы в каждом населенном пункте, по сути, где у тебя открыт филиал, был сервисный центр, чтобы в случае каких-либо неисправностей замена происходила максимально оперативно. Ну, наверное, самое основное. Хорошо, спасибо. Я, кстати, за вами записываю, да, и режиссер даже сможет это вывести на экран. Обделяем. Вот, да, да, да. Уже набежало 4 пункта. Сейчас посмотрим, что на выходе. Илья, твоё слово. Знаете, удобно говорить, что согласен со всеми предыдущими ораторами, и к каждому новому будет сложнее говорить, но обратите внимание на несколько вещей. На команду, кто с вами работает, то есть со стороны, и кто для вас делает пак, и как детально, и как они могут оказать и сервис, и насколько они вначале готовы проработать архитектуру. Посмотрите на открытость, было слово у нас сказано, экосистема, насколько вендор готов работать со всеми, и прорабатывать эту историю, и не делать никакой так называемый вендор-лог, а наоборот заинтересован в экосистемности и максимальном покрытии. Третье, очень классная есть система проверки в области информационной безопасности, чек-листы у наших крупных заказчиков. Учитесь, пожалуйста, этому, и если вендор готов по всем этим чек-листам пройти и грамотно, и качественно ответить, то это ваш выбор. Хорошо, спасибо. Мне кажется, вот каждому все новому и новому все сложнее и сложнее. Я вообще не такой, да, просто... Что осталось там, да? У нас есть все предыдущие, но... Вот, которые вот снова детали еще... Смотрите на AstroReady, если есть, то, соответственно, можно покупать, да, но это я же считаю. Повторюсь вот только из предыдущего, то есть, смотрите обязательно на безопасность, то есть, просто мы сейчас живем, то есть, в том времени, что, то есть, это прямо очень важно. И причем это важно, то есть, не кто только для крупных, то есть, организаций, это важно, то есть, прямо вот для всех. У нас все больше, то есть, данных и нашей жизни, то есть, переходит в цифровую, то есть, плоскость, то есть, любая информационная система, это, то есть, ну, как бы, это прямо очень важно. Сервис, все, все так есть, все обязательно, то есть, есть. Импорт-независимость, то есть, эссенционная устойчивость, то есть, все так есть. Я бы еще обратил внимание, то есть, на масштабируемость этого решения, да, то есть, ну, потому что вы никогда не будете в тех рамках, что были вчера. Рамки всегда будут, то есть, меняться. То есть, нужно всегда, то есть, внимательно, то есть, посмотреть, что это решение может быть масштабировано и передано, то есть, там, либо в следующую стадию, либо, там, на следующий, то есть, какой-то, то есть, круг, ну, потому что, то есть, срок жизни, то есть, ну, как бы, решение, оно не два года, оно значительно больше. Хорошо, спасибо. Да, ну, я, конечно, мне все сложнее и сложнее, коллеги много сказали, я совсем согласен, не хочу повторяться, говорить, да, экосистемы, совместимости. Мне кажется, еще одна важная деталь – это референсы. Когда будут реальные кейсы, да, которые можно показать, привести куда-то заказчика уже к заказчику, где все работает, там, рабочие станции, сервера, инфраструктура, и показать, что это реально возможно, это реально работает. Вот, это, мне кажется, тоже такой сильный пункт. И отмечу, что постепенно подрастает новое поколение. Большая работа с вузами ведется, поставка ноутбуков, там, операционной системы, компьютерные классы. И я уверен, что скоро подрастут ребята, которые будут, которые будут не, там, что такое Linux, а наоборот, что такое Windows. И это тоже, ну, и не только, да, там, операционная система вообще, там, других и железячники и так далее. И это тоже будет хорошим таким толчком для дальнейшего развития. Хорошо, спасибо. Володь, ты тогда замыкаешь этот блиц, я тебе тоже минуту даю. Да, у меня было время подумать. Ну, смотрите, коллеги, очень трудно давать рекомендации, так вот, не очень понятной целевой аудитории. Давайте предположим, что у нас компания такая выше среднего, да? Ну, тогда я бы сказал, что вратите внутреннюю компетенцию, формируйте требования, готовьте план по переходу, готовьте инфраструктуру для тестирования, верьте в российскую инженерную школу, ну, и кажется, что РИСК-5 неизбежен. Спасибо. Спасибо. Я записал все ваши основные тезисы, на самом деле, я думаю, что нашим зрителям эфира это показывается. Почерк у меня, конечно, так себе, но я думаю, будет понятно. Давайте мы тогда пойдем дальше, у нас остается не так много времени, что мы видим на экран результаты опроса номер 3 сейчас. Мы спрашивали, какой критерий для выбора пака для вас самый главный. Вот здесь, как ни странно, да, может быть, наоборот, прогнозируем 39% надежности отказоустойчивости. Все-таки на это люди хотят смотреть в первую очередь в производительность. Вот мне не очень понятно, почему за это никто не проголосовал. Возможно, она у всех удовлетворительная и хорошая, да, это действительно сейчас не настолько важно. Что масштабируемость и возможность модернизации о том, что мы сегодня говорили, тоже 7%, 41% за совместимость с другим ПО и оборудованием. Вот это для меня, на самом деле, неожиданность очень большая. Я думал, что, конечно, будет много за этот пункт, но не так много. Оказалось, что все-таки вот эта история, которой мы сегодня много говорили про необходимость совмещения ПО и аппаратной части, она для аудитории очень важна. Стоимость 7%, несмотря на то, что она мешает для 28% при переходе, но главное, она для 7%. Я думаю, все-таки на это влияние тоже. Что-то не бьется, да. Да, хорошо, коллеги, у нас остается не так много времени. Мы немножко не поговорили более подробно про безопасную разработку. Такая как бы очень важная история. Я думаю, каждому тут из вас есть что рассказать, потому что, действительно, вот как мы говорили сейчас на БЛИЦе, что безопасность очень вообще важная часть, это основополагающие стимулы перехода на российские паки, о чем мы в самом начале говорили, и безопасность, в том числе, что обеспечивается и безопасной разработкой, и Девсикопсом, и тем самым. Ну, мы сейчас, наверное, уже подробно не обсудим. Я предлагаю, кому эта тема, что интересно, опять-таки, проанонсирую нашу конференцию IMLive Plus 22 октября. Прошу прощения. QR-код сейчас еще раз мы выведем на экран. Обязательно регистрируйтесь. Эта тема вам что интересное. И переходим мы к заключающему, наверное, блоку нашей программы. Немножко поговорим об прогнозах, да, и что вы ждете на ближайший год-два, ну, не до 30-го года, а вот что будет там, ну, хотя бы 25-26 год, да. И запустим параллельный итоговый опрос для нашей аудитории, каково ваше мнение о российских паках и депаках после этого эфира. Голосуйте вы, пожалуйста, насколько этот контент был для вас интересным. Коллеги, давайте теперь с другой стороны мы начнем про прогнозы. Денис, тебе тогда слово дай. Ну, прогноз, конечно, прям суперсложно, да, ситуации меняются и все такое, но, конечно, хочется видеть больше присутствия именно российских вендоров, больше процент миграции, и, наверное, ни для кого не секрет, почему мы обсуждаем 30-й год, потому что многое до сих пор работает на каких-то иностранных решениях, там, трофейных, нетрофейных, не будем там это обсуждать. Хочется больше присутствия именно нашего железа, нашего софта, не только там рабочие станции, как мы вначале тоже говорили, но и больше инфраструктуры, миграции инфраструктуры, больше цифрового суверенитета, безопасности в инфраструктуре, меньше таких новостей, как потерялась база, что-то где-то упало, больше, конечно, наоборот, хотелось бы видеть, наверное, новости, была атака и ничего не получилось, да, вот, наверное, в эту сторону хочется идти. И, конечно, ну, развитие наших продуктов, функциональности, обратной связи от наших клиентов. Да, спасибо. Вот здесь, кстати говоря, очень важные комментарии еще были из аудитории, которые я пропустил, когда мы говорили о том, что мешает, да, это было уже тогда и сейчас, вот еще прилетело несколько комментариев на эту тему, что люди говорят об удобстве, то есть вот тема удобства, она на самом деле во многом недоработанная еще пока, да, на рынке, как мне видится, здесь есть над чем работать, люди говорят, что как бы просто привыкли немножко к другому, да, есть какие-то определенные наработанные паттерны по тому, как ты работаешь в интерфейсе, ты привыкаешь к тому же там офису, винде и так далее, да, ты ожидаешь что-то такого же где-то там в Linux и среди в тех же самых паках, о которых мы говорим, да, на, если это все совсем другое, людям это неудобно, это их нервирует, да, вот такие есть, мне кажется, очень важный момент, о чем мы немножко забыли сегодня. Ну, мне кажется, удобство это весьма в субъективной параметре. Ну, это комфорт, это привычки у нас на самом деле. Я даже скажу, то есть больше, да, то есть, откуда у человека, у меня там с айфоном, то есть, отними айфон и отдай андроид, ну, вроде бы, тоже удобная вещь, для него это будет неудобство, то есть, почему мне вообще неудобно будет, я даже побрезгиваю, наверное, этим побрезу. Да, не из-за того, что он плохо сделан, а из-за того, что просто это новое. Но пройдет полгода. Пройдет, да. Да, да, да. И он сделает то же самое на азот, то есть, вот забери, вы человек с андроидом, да, то есть, на айфон, то есть, он скажет, неудобно, потому что это сила, то есть, привычки, то есть, здесь вот удобство, это очень субъективный, то есть, фактор, то есть, в том числе и в сторону удобства. Вот у нас недавно вышел там Astralinus 1.80 с офигенным просто интерфейсом, новым интерфейсом, там UX, то есть, просто выключен, то есть, максималка, то есть, давайте, то есть, просто пробовать. Не нужно, то есть, брать-то там, что-то нового, то есть, нужно все это пробовать. Что касается, то есть, прогнозов рынка паков и депаков там до 25-го, там, 26-го, 27-го, 27-й год, ну, то есть, пронос, конечно, дело не благородное, то есть, скорее всего, мы все не попадем, но где-то будем, наверное, скорее всего, то есть, рядом. Я считаю, что следующий год он будет, то есть, ну, как бы, на том же уровне, что и этот год, в силу сложной экономической ситуации в нашей стране, но, как бы, может быть, не будет такого, то есть, бурного роста, потому что, то есть, очень сложно, то есть, то есть, все мы знаем, то есть, и скорее всего, будет определенное, то есть, замедление, но 26-й, 27-й год, это год определенного, то есть, бурного, то есть, я считаю, роста, почему, потому что, как раз-таки, с 25-го года, 22-й год, если что-то, то есть, вы поставили в баланс, 27-го, амортизация, ставит 0, все равно нужно что-то менять, следует 27-й год, это прям вот, то есть, ну, как бы, должен прям кратно увеличиться, то есть, ну, я ожидаю где-то примерно, там, 30-40 тысяч процентов от... Да, это, кстати, важно, да, что, Алексей, вернее, Сергей меня поправляет, что речь в комментариях сделалась не совсем про удобство, про юзабилити, да, немножко, как бы, и другой термин, вот, но вот именно к этому очень тоже большие претензии, да, Илья. Мы идем к этому. Знаете, давайте попробуем объединить всю дискуссию, ну, вот прогнозы, все остальное, будем оптимистами и нарисуем красивую картинку. Собираемся мы через год, два, три, пять, нет уже обсуждения, что такое паки, что такое индустриальные паки, что такое доверенные паки, мы, как уже было сказано, показываем референсы, показываем, кто как, что сделал, кто как внедрил, кто как использует, какие эффекты получили, что наши решения, они востребованы и на нашем рынке, и конкурентоспособны в мире, и мы все продолжаем работать с точки зрения достижения данных целей. согласен, что есть экономическая ситуация, и она будет влиять, но давайте все-таки стараться сделать чуть больше, чем мы можем, потому что иначе в этой гонке мы будем отставать. По поводу технологического суверенитета, уже понятно определенные направления, одно из них мы сегодня проговорили, это искусственный интеллект, и в рамках него у нас есть все возможности быть в тройке лидеров в мире и развиваться в этом направлении. Для IT-холдинга F+, это все гораздо проще, это реализовать текущий пятилетний роудмэп, тогда все будет хорошо. Спасибо большое, Дмитрий. Да, у меня на самом деле прогноз такой, что сейчас на самом деле на рынке аппаратных платформ достаточно небольшое количество высокопроизводительных систем, которые могли бы использоваться как раз в качестве некого телеком-девайсового заказчика. То есть, ну, все мы понимаем, проблема с трафиком, она, ну, скажем так, актуальна для всех компаний, то есть от года к году трафик растет, соответственно, необходимо переходить на оборудование, которое может обеспечить требуемую производительность, вот, и, как бы, эту проблему закрыть, чтобы пользователь на другом конце, там, филиала каком-то, когда сидит, да, чтобы у него не возникали потери в трафике, чтобы UX при работе с приложениями был хороший. Собственно говоря, вот эту проблему надо закрывать. Я предполагаю, что в 25-м году будет рост отечественных решений, которые используют самые, скажем так, одни из самых последних наработок на рынке микропроцессоров. Там я говорю, например, про Intel Gen 4, Gen 5 платформы. Ну и, соответственно, тоже есть уже понимание, что некоторые производители идут на прототипирование и в Gen 6 платформы. Это все очень нужно. Будем обязательно, когда будут появляться эти платформы, брать их к себе в тестирование и ставить модельный ряд при прохождении успешного тестирования. Хорошо, спасибо. Что у Intel, кстати, большие проблемы сейчас, что инвесторы прямо разочаровались в финансовых результатах акций, рухнули, и компания там чуть ли не на грани выживаемости. Поэтому будем... Ну, вряд ли они, наверное, на грани выживаемости. Ну, вряд ли, да. Конечно, выглядит прям все совсем плохо, да, там, исторические минимумы там за многим... Ну, мы не затронули эту тематику, всегда есть альтернатива. Есть неплохие, как уже было сказано, и наши разработки. Надеюсь, что к 30-му году они появятся. Ну и есть и китайские всякие, лунгсины, фейтенги и все остальное, которые тоже рассматриваются как альтернативы. Хорошо, спасибо. Сергей. Да, я думаю, на ближайший год-два ситуация не изменится. Единственное, только вот выйдет на рынок много НГФВ, межсетевых экранов. Все бегут как-то наверх. Куда больше-то, да? Я имею в виду, что все находятся в разработке, сейчас разработка завершается, все выходят на рынок, я думаю, добегут до вершины все, никто в итоге, в общем, там по пути не останется нигде. Что касается в долгосрочной перспективе, я думаю, ситуация с иностранной компонентной базой будет усугубляться для России. Единственный выход – это развитие собственного производства. Опять же, развитие собственной инженерной школы в области инженеров-электронщиков, инженеров-конструкторов, инженеров-системотехников. Именно вот как раз под эти направления. Ну и плюс микроэлектроника. Хорошо, спасибо, Шпалоти. Тебе слово. Ну, на самом деле, коллеги очень много всего хорошего сказали. Как говорил классик, в Россию можно только верить, да, как мы знаем. Вот, поэтому, ну, наверное, скорее не прогноз, а вот как раз из состояния веры, что мы не свернем вот с выбранного какого-то стратегического пути. Ну, а дальше коллеги все сказали, что да, основа – это подготовка принципиально новых кадров, которые бы могли разрабатывать новые системные комплексы, их компоненты, а не просто, да, уметь кнопочки нажимать. И, собственно говоря, дальше просто вот устойчивый вектор развития в том направлении, который был задан. Я очень надеюсь, что мы именно так и будем двигаться. Да, спасибо, коллеги. На самом деле, от себя скажу, что этот эфир как-то зарядил меня еще больше оптимизмом, да, и дай бог нам всем реализовать те планы, о которых мы сегодня говорили, да, потому что я считаю, что потенциал действительно очень большой. Я вот эту вот эволюцию своего мнения, о котором, да, я в самом начале начал, что в 22-м году мне казалось, ну, все, как бы нам каранты, да, мы здесь не выживем, да. Но сейчас как-то вот у меня прямо кардинально меняется на обратное мнение. Мне кажется, что это, ну, мы из этих минусов извлекли, наоборот, плюсы, и впереди у нас, если там не светлое будущее, то хорошие шансы на успех, и ими просто нужно воспользоваться, не растерять их. И в заключение, в качестве такого оптимизма, давайте выведем на экран результаты опроса 4, надеюсь, они уже готовы. Мы спрашивали, а каково же ваше мнение о российских паках после эфира, и аудитория вот меня прямо очень порадовала, да, со своими ответами. 16% сказали, что они убедились в правильности выбранного поставщика, паков, очевидно, уже что-то используют, да. 42% узнали много нового и будут разбираться дальше, это что очень круто. И 26% готовы тестировать и внедрять отечественные решения уже сейчас. И лишь 11% ответили, что это интересно, но пока они не готовы идти в эту сторону, а не смогли заинтересовать меня, ответило вообще с 0%, что для наших эфировых, ну, прям очень-очень большая редкость. Ну, и 5% ничего не поняли, это классик. Это очень интересно. Возникает вопрос о 50 лет. Да, будем считать, что это сейлы. Пришли вас послушать, узнать, что это что-то новое. В этом случае 26% приглашаем на тестирование. Я думаю, что вы можете обратиться к коллегам за подробными консультациями. Мне понравилось, что все вы были из разных компаний, немножко из разных даже сфер, немножко по-разному смотрите на обсуждаемую сегодня проблематику. Это прям очень круто. И я думаю, что эту тему мы продолжим в следующем полугодии. Она, мне кажется, очень важная для рынка. Может быть, немножко копнем куда-то вбок или возьмем какую-то более узкую тему, будем смотреть. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что бы вам было интересно еще по этой теме, что слышать. Если вы будете смотреть запись эфира на стриминговых платформах, на YouTube, на YouTube, на YouTube, в ВК, то обязательно ставьте лайки, делитесь этой записью и пишите свои комментарии, что вы думаете о сказанном сегодня и что бы вы хотели опять-таки обсудить в следующий раз. Ну и в завершение, анонсируя наш следующий эфир 28 августа, уже буквально через несколько рабочих дней, в среду мы поговорим о российских PAM-системах, это системы для контроля действий привилегированных пользователей. Тема тоже достаточно востребованная и важная для рынка мира кибербезопасности, скорее такая она не айтишная, хотя на самом деле, как оказывается, что по крайней мере в половине случаев закупают эти системы как раз именно айтишники, чтобы контролировать самих себя. Поэтому если вам это интересно, обязательно заходите и срегистрируйтесь на этот эфир, ссылка будет в комментариях. Всего вам самого безопасного, спасибо, что были с нами эти два с небольшим часа, и коллеги, вам также большое спасибо за экспертизу, за участие в этом эфире. Всем пока, до новых встреч. Всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok